Воспоминания о балете. Русские балеты в Париже. Русский сезон 1909 года в Париже, представлявшийся для многих наших соотечественников не более как сравнительно удавшейся антрепризой, оказался на самом деле настоящим триумфом. Сезоном 1909 года открылись ежегодные гастроли Русского балетного театра за границей. Программа 1909 года, помимо балетных спектаклей и сцен, павильон Армиды, пир, Клеопатра, Сельфиды, включала также и оперные. Половецкий акт из князя Игоря Бородина, Иван Грозный, Псковитянка, акт из Юдифи Серова, акт из Руслана и Людмилы Глинки. Однако с 1910 года устраивались одни балетные представления. Труппа состояла из русских артистов, в зимний сезон игравших на сценах русских театров, но с 1911 года Дягилев основал постоянно действующую антрепризу русский балет, гастролировавшую в разных городах Европы и Америки и просуществовавшую до его смерти в 1929 году. С 1914 года, в связи с начавшейся мировой войной, антреприза все более отрывалась от России и русского театра, и в ее репертуаре все большую роль приобретало сотрудничество иностранных художников, композиторов и танцоров. Если не у всех участников было сознание значительности момента, то все же труппа в целом была охвачена одним каким-то трепетом, и последний солдат шел в бой с сознанием долга перед некоей святыней. Еще не состоялось ни одного спектакля, и в полумраке сцены шли одни только подготовительные репетиции. Репетиции эти иногда кончались нервными кризисами, ссорами и скандалами, ибо срок экзамена подступал, а не все казалось вполне готовым, но уже у многих, и более всего у нас, у дирекции, сложилось убеждение, что Парижу не сдобровать. В сущности, я западник. Мне в настоящей, на запад от России, лежащей старой Европе, все дорого. И, несомненно, на свете нет места, которое было бы мне дороже Парижа, этого гениального города, в котором вот уже сколько столетий не переводится и бьющая ключом жизненная энергия, и удивительное чувство красоты, и всевозможные откровения науки, и романтика общественных идеалов. И все же, затаивая где-то на дне души досаду, наготовившуюся победу нагрянувших варваров, я чувствовал с первых же дней нашей работы в Париже, что русские варвары, скифы, привезли на генеральный экзамен в столицу мира то, что есть лучшего в искусстве в данный момент на свете. И сразу образовался вокруг нашего дела, сначала небольшой, а затем все ширившийся круг фанатических поклонников, почитателей русских, состоявшие из французских критиков, литераторов, художников, которые лучше всяких реклам и рецензий понесли по городу благую весть о том, что в шотле готовится нечто удивительное и прекрасное. Оказывалось, что русские спектакли нужны были не только для нас, для удовлетворения какой-то национальной гордости, а что они нужны были для всех, для общей культуры. Наши французские друзья только это и повторяли. Вы, где приехали в самый надлежащий момент, вы нас освежаете, вы наталкиваете нас на новые темы и ощущения. И я лично уже тогда был убежден, что с русского сезона 1909 года может начаться нечто вроде новой эры во французском и общезападном театральном искусстве. Почти буквально я цитирую здесь свои же слова, сказанные мной в фильетоне в речи от 19 июня, 2 июля 1909 года. И такая эра стала было действительно вырисовываться. Впечатление от русских спектаклей и больше всего от русского балета стало расти и сказываться во всевозможных явлениях, не только в театральных. Если же затем это действие как-то ослабело, если так и не получилось ожидавшегося нами расцвета западного театра, а народились вместо того многие подчас и весьма уродливые ереси, если в частности в Париже с одной стороны рутина, с другой все более упрочивавшийся снобизм задушили появившиеся было живые ростки, то виноваты в том те явления мирового значения, которые никак нельзя было тогда, в 1909 году, предвидеть. Бенуа, вероятно, имеет в виду широчайшую смену художественных форм, захватившую в 1910-1930 годах все виды западноевропейского искусства и, по существу, положившую предел той фазе в развитии изобразительного и театрального творчества, которые отвечали и деятельность самого Бенуа, и художественные тенденции дягилевской антрепризы на рубеже 1900-х и 1910-х годов. Скорее еще можно было удивляться тому, что русское балетное дело не только выжило в течение всего ужасного кризиса последних 30 лет, но даже получило такое распространение, о котором раньше нельзя было и мечтать. Дягилевские русские сезоны 1909-1910 годов и дягилевская труппа «Русский балет» послужили началом своеобразной русской экспансии в балете западных стран 1910-30 годов. В 1911 году возникла труппа Иды Рубинштейн в Париже, возобновленная в 1928-35 годах. В 1912 году основала собственную труппу, переселившаяся в Англию Анна Павлова. После прекращения русского балета Дягилева были основаны русский балет «Монте-Карло» 1932, и русский балет «Де Базиля» псевдоним Воскресенского 1936. Немалую роль сыграли частные школы-студии, принадлежавшие русским танцовщикам Егоровой 1923, Легату 1929, Преображенской, Кшесинской 1929, Валинину и другим. На протяжении десятилетий на Западе работали в разных антрепризах и талантливые русские балетмейстеры, так или иначе прошедшие выучку в труппе Дягилева. Это были Фокин и Нежинский, Нежинская и Мясин, Лефарь и Баланчин, переносившие традиции русского балета не только во Францию, но и в другие страны. Так Баланчин с 1934 года и затем на протяжении многих лет был центральной фигурной балетного театра в США. Балетные репетиции в Екатерининском зале в Петербурге уже носили какой-то специфический, не то пикниковый, не то авантюрный характер. И вот эта же атмосфера пикника и авантюры сказывалась теперь снова, когда вся наша компания, весь наш табор прибыл в Париж. Почти никто из участников до тех пор не бывал за границей. Тут же все сразу попали на самые берега Сены, да еще весной, в чудесные, яркие, опьяняющие дни. Первые сюжеты обеих труп, балетной и оперной, поселились в центре города, если не в первоклассных, то все же в очень приличных отелях. Но большинство ютилось неподалеку от Шатле, в латинском квартале. Один из скромных отельчиков на бульваре Сен-Мишель был до отказа, по всем этажам и даже по мансардам занят нашими балетными. Из всех номеров раздавалась русская речь, а то и зовы, и перекликания. Известно, что русские люди, даже когда они воспитаны, не умеют себя сдерживать, и их обращение друг к другу, будь то простая просьба или какое-либо обыденное сообщение, производится с чрезмерной затратой темперамента и так громко, что европейцам остается только пожимать плечами и бормотать сквозь зубы. Что вы хотите, это же дикари. Одной из величайших для нас неожиданностей было то, что знаменитая сцена Шатле, на которой шли феерии с самыми удивительными превращениями, оказалась по сравнению с нашими театрами, оборудованной весьма примитивным образом. Между тем, в одном павильоне Армиды никак нельзя было обойтись без надежной системы люков и провалов, а также без сложного на глазах у публики совершающегося превращения декорации. К счастью, Дягилеву удалось заманить в свою авантюру первоклассного машиниста московской оперы Вальца, и под его руководством с разрешения дирекции Шатле была произведена при участии небольшой компании русских плотников, работавших и днем, и ночью, переделка всего пола и системы подвески декораций. Вальц, 1846-1929, прославился как виртуоз сценической машинерии в постановках Московского Большого театра. Плодом его безграничной фантазии были наводнения и пожары, волшебные появления и исчезновения, полеты и провалы. Вальц широко применял люки, тележки, подвесные люльки, подвижные рейки, обыгрывал возможности тюлей света, пишет Красовская. Русский балетный театр второй половины XIX века, Ленинград, Москва, 1963 год, страница 13. Именно эти возможности Вальца были использованы при переоборудовании сцены Шатле при постановке павильона Армиды. Работы начинались непосредственно по окончании репетиции и затягивались иногда до поздней ночи. И это было возможно только потому, что русские театральные рабочие, щедро вознаграждаемые, никогда не роптали, а с веселейшим видом исполняли все, что от них требовалось. Однажды я тогда чуть было не погиб, благодаря именно тому, что весь пол Шатле был в движении. И, наступив на одну планку в тот момент, когда производилась проба, хорошо ли она скользит в своих рейках, я чуть было не свалился в открывшуюся подо мной пропасть. И лишь при напряжении всех мускулов, зацепившись за неподвижную часть, удержался, повиснув на секунду в воздухе. Те сразу обзавелись новыми шляпочками и летними костюмами. И иных из них, только что выглядевших провинциалками, теперь можно было и впрямь принять запорежанок. Мужчинам же для их акклиматизации потребовалось гораздо больше времени. Очаровательны были общие завтраки и обеды, происходившие часто в ресторане в самом здании театра или в ближайших ресторанах. С самого 1900 года резиденцией служил мне в Париже тот меблированный дом на Рю Камбон, где теперь помещается одно из отделений Шанель. А завтракал и обедал я обыкновенно, если не бывал приглашен в гости, у Вебера или в отличном, ныне более несуществующем ресторане Туртель на бульваре Мадлен. Однако в тот год я до того был увлечен получившейся цыганщиной, что своему элегантному кварталу предпочитал скромные симпозионы с артистами в квартале латинском. Все чаще к нам присоединялся и секретарь Дягилева А.М., имеется в виду Маврин, которому необычайно нравилась одна из наиболее талантливых артисток труппы, что и привело к настоящему между ними роману, растянувшемуся затем на многие годы. Измена М. вызвала бешенство Дягилева, который прогнал его и лишил навсегда своей милости. Как-то зимой, ужиная с Сережей в отеле «Метрополь» в Москве, я был безмерно поражен словами моего друга, нравы которого уже несколько лет как не составляли для нас тайны. Большой реставрационный зал, этой только что отстроенной и отделанной на новейший лад гостиницы, был в два этажа, и в верхнем этаже помещались отдельные кабинеты, открывавшиеся в виде лож на общий зал. Так вот, показав на одну особу, которая, свесившись через барьер, поглядывала на то, что творилось внизу, «Сергей мне поведал, что это О.Ф. — сестра знаменитой С.Ф. — и что это единственная женщина, в которую он мог бы влюбиться». Однако еще до того и сам Сергей у всех на глазах стал изменять дружбе М., будучи все более и более пленен Нижинским. Те, кто были сердечными конфидентами Дягилева, утверждали, будто это новое увлечение началось чуть ли еще не в дни павильона Армиды. Судить об этом я не могу. Не сочувствуя Дягилевским слабостям, я вообще избегал заводить с ним разговор на подобные сентиментальные сюжеты. Если же это так, то умение скрывать свои сердечные дела было доведено у Сережи до виртуозности. Вплоть до появления Нижинского на наших балетных репетициях в Екатерининском зале я никогда не видал его и Сережу вместе, хотя и виделся с Дягилевым почти ежедневно. Если имя Нижинского и произносилось с Сережей, то исключительно в качестве имени артиста, который заслуживает особого внимания ввиду своей даровитости. Теперь же в Париже всем стало ясно, какое исключительное место Нижинский должен занять во всем деле и в какой степени директор им увлекался. Сразу же тогда Дягилев учредил особую кампанию рекламирования никому неведомого артиста, и еще не состоялось ни одного спектакля, как уже я от наших парижских друзей стал слышать такие слова. «Кажется, среди ваших танцовщиков есть чудо «Мальчик с громадным талантом». При этом подразумевался именно Нижинский, тогда как не о Павловой, портрет которой был расклеен по всему городу, не о Фокине, так никто не справлялся». Плакат, нарисованный Серовым, для сезона 1909 года. Оригинал плаката — рисунок углем и мелом на синем фоне в Государственном русском музее. Нижинский, надо признаться, оправдал затем такую свою предвосхищенную известность вполне. Никогда не забуду его первого выпархивания в павильоне Армиды. Это был танец Паде Труа, совершенно заново поставленный Фокином для Парижа, на музыку, первоначально сопровождавшую танец теней и интермедию похищения из Сираля. Два номера из дивертисмента павильона было решено в Париже выпустить, дабы не затягивать действия. Уже на репетициях можно было предвидеть, до чего появление Нижинского в виде раба Армиды, сопровождающего двух ее наперсниц в исполнении Корсавиной и Федоровой, будет эффектным. Но когда Вацлав надел придуманный для него белый с желтым и серебром костюм, гармонично сочетавшийся с двумя желтыми с золотом костюмами его дам, то получилось нечто превзошедшее все ожидания и просто невообразимое. В самый момент этого появления, едва касавшегося пола Нижинского, с грациозно поднятой над головой рукой, Париж ощутил присутствие на сцене того начала, которое иначе как божественным не назовешь. И вот здесь я считаю уместным сказать несколько слов вообще о том, кто с самого того выпархивания стал нашей неоспоримой звездой. Очень трудно определить, что из себя представлял Нижинский, этот чудесный артист, столь безвременно сошедший со сцены. В жизни это был самый обыкновенный юноша, тогда еще почти мальчик. Почти ребенком, впрочем, он остался до самого момента, когда овладевшее им безумие прервало его карьеру. Неказистый наружности, скорее коротенький, с толстой шеей, неизящно торчавший на плечах и несший большую голову с довольно вульгарными, слегка монгольскими чертами лица. Начавшаяся душевная болезнь заставила Нижинского в 1917 году навсегда оставить сцену. Юноша редко открывал рот для разговора, краснел, путался и замолкал. Да и то, что он все же иногда издавал, решительно ничем не выделялось от тех нескольких простецких речей, которые можно было слышать от его товарищей. Даже когда позже Нижинский под ревнивой опекой Дягилева понабрался кое-каких мнений по общим вопросам и кое-каких сведений по искусству и решался иногда их высказывать, всегда получалось нечто тусклое и сбивчивое. Дягилев конфузился за приятеля, а тот понимал, что ему лучше вернуться к молчанию. Ничего бросающегося в глаза не обнаруживалось и на репетициях. Нижинский исполнял все беспрекословно и точно, но это исполнение носило слегка механический или автоматический характер. Но картина менялась сразу, как только от предварительных репетиций переходили к тем, которые уже являлись не столько постановкой, сколько последней перед спектаклем проверкой. Нижинский тогда точно пробуждался от какой-то литургии, начинал думать и чувствовать. Окончательная же метаморфоза происходила с ним, когда он надевал костюм, к которому он относился с чрезвычайным и неожиданным вниманием, требуя, чтобы все выглядело совсем так, как нарисовано на картине у художника. При этом казавшийся апатичным Вацлав начинал даже нервничать и капризничать. Вот он постепенно превращается в другое лицо, видит это лицо перед собой в зеркале, видит себя в роли, и с этого момента он перевоплощается. Он буквально входит в свое новое существование и становится другим человеком, притом исключительно пленительным и поэтичным. В той степени, в какой здесь действовало подсознательное, я и усматриваю наличие гениальности. Только гений, то есть нечто, никак не поддающееся естественным объяснениям, мог стать таким воплотителем хореографического идеала эпохи Рококо, каким был Нежинский в павильоне Армиды. И особенно в парижской редакции моего балета. Только гений мог дать такой глубоко скорбный образ тоскующего поутраченной возлюбленной юноши, каким он являлся в Жизеле. И опять-таки гениальной была интерпретация им того странного существа, что танцевала среди могил и развалин в Сильфидах. Гениальным он был и негром в Шахерезаде, гениальным духом цветка в призраке розы, и, наконец, гениальнейший образ Нежинский создал в Петрушке. Призрак розы – балет, поставленный Фокином на музыку приглашения к танцу Вебера в декорациях Бакста. Премьера состоялась 19 апреля 1911 года в Монте-Карло. Ужасным несчастьем следует считать то, что Дягилев, вполне оценивший своего друга как артиста, одновременно переоценил его интеллект. Дягилеву казалось, что он может сделать из этого фантастического, не от мира сего и ничего не понимающего в жизни существа, какого-то деятеля и творца. Он вообразил, что Нежинский, не обладавший и тремя своими идеями, сделается его творческим осуществителем, тем самым, кем не мог стать Фокин уже просто потому, что у Фокина было достаточно своих идей, и что он вполне владел их творческим выявлением. Кроме того, Дягилеву, как человеку страстному, с некоторым сентиментальным уклоном, захотелось, чтобы его друг блистал несравненным блеском, чтобы он оставил след в истории, чтобы он не оставался только танцором. И тут произошел надлом. Нежинский поддался этим внушениям. Он поверил, что может быть и творцом. Однако сколько ни старались его напитать и Дягилев, и Багст, вместо живого творчества получалась жалкая гримаса, получались мертворожденные произведения. Имеется в виду постановки Нежинским «После полуденного отдыха Фавна» Дебюси и «Весны священной Стравинского». Мнение Бенуа об этих постановках разделялось одними и не разделялось другими современниками. Колебались оценки даже одних и тех же свидетелей, а то и участников постановок. Например, сам Стравинский заявил перед премьерой «Весны священной» в 1913 году, что в лице Нежинского он нашел идеального пластического сотрудника. Музыка, 1913 год, номер 141, страница 491. И подтвердил это в письме к Штейнбергу от 20 июля 1913 года, свидетельствуя, что хореография Нежинского бесподобна. За исключением очень немногих мест, все так, как я этого хотел. Цитируется по книге Красовская, русский балетный театр начала 20 века, первая хореографы, «Ленинград», 1971 год, страница 446. Позднее Стравинский отрицательно оценивал эту же постановку. Смотрите его «Хронику моей жизни», «Ленинград», 1963 год, страница 92. Однако в конце своего пути опять пришел к заключению, что из многочисленных, виденных им интерпретацией весны, наиболее близка его замыслу, все та же постановка 1913 года. Кое-что было в этих мучительно надуманных вещах нового и курьезного, но новости и курьезы сами по себе не ценны, и в этом настоящая причина того, что эти балеты не удержались, несмотря на то, что музыка в них была создана Стравинским и Дебюси. Но вернемся к 1909 году и к нашим первым балетным спектаклям в Париже. Спектакли начались с павильона Армиды, половецкого акта из Игоря и из дивертисмента, которому было дано достаточно нелепое название «Пир», хотя никакого «Пира» на сцене не было. Павлова, связавшая себя контрактом с какой-то другой антрепризой, не смогла поспеть к первым представлениям, а потому, к нашему бесконечному сожалению, ее пришлось заменить в павильоне Армиды московской примадонной «Коралли», умелой технически и очень красивой женщиной, но артисткой слабой и бездушной. Первый танцовщик московского балета «Морткин» заменил Герта в роли Рене. Однако и ему не хватало той нежной поэтичности, которая является основной чертой моего героя. «Морткин» во всех своих манерах и жестах был слишком силен, здоров и бодр. Напротив, павильон скорее выиграл от замены в Париже Солянникова Булгакова. Особенно удачной у последнего получилась вся та часть роли, которая происходит в сновидении, когда дряхлый маркиз превращается в великолепного царя-чародея Гидруата. Громадным плюсом явилось и то, что Нежинскому была дана возможность отличиться вовсю. Парижская публика с наибольшим вниманием следила именно за его танцами. К преимуществу парижской версии павильона Армиды следует еще отнести некоторые купюры и перестановки музыкальных номеров. В зависимости от купюр время исполнения балета сократилось на добрую четверть. Наконец, мне удалось внести в новые декорации и костюмы специально для Парижа написанные и сшитые значительные улучшения. Так, в петербургской версии меня мучили соседства, каких-то лиловых, розовых и желтых тонов и некоторая пестрота в перегруженные деталями декорации второй картины. Дефекты эти я теперь исправил, и зрелище, ничего не утратив, в своей яркости получило большую целостность. Особенно удачным получилось то усовершенствование или украшение, на котором настоял маг и волшебник, машинист Вальц. Это усовершенствование заключалось в том, что вместо небольшого среднего фонтана, бившего в петербургских садах Армиды, здесь, в Париже, к концу второй картины, вздымались две гигантские водяные пирамиды. Не только вид этих серебристых и пенистых масс производил на фоне темной зелени чарующее и необычайно освежающее впечатление, но и самый плеск воды как-то поэтично сочетался с музыкой. Лично мне это напоминало те незабвенные минуты, когда ребенком я бывала, слушая царский оркестр на петерговской музыке, наслаждался и там окружающими водяными шумами. В нашем репертуаре павильон Армиды имел назначение показать французам русское понимание наиболее французской эпохи XVIII века. И вот что получилось. Людям, привыкшим к тем притерным кондитерским изделиям, которыми их угощают под видом эпохи рококо, парижские театралы, например, в постановке «Манон в опера «Камик»» наши краски показались чересчур яркими, а грация наших танцовщиков несколько вычурной. Зато людям, умеющим еще находить в Версале, в гобеленах, в раззолоченных залах и стриженных парках подлинный дух того все по-прежнему нестареющего искусства, мы в павильоне «Армиды» угодили. Среди них были один из самых наших восторженных друзей граф Робер де Монтескью и сам Анри де Ренье. Лучшие сборы делала Клеопатра, которую мы припасли для конца наших гастролей. Балет был поставлен Фокином на сцене Мариинского театра 8 марта 1908 года под названием «Египетские ночи». Основой либретту была новелла Готье «Ночь Клеопатры». Для постановки в Париже Дягилев модернизировал балет, видоизменив сюжет и прослоив недостаточно выразительную музыку Аренского отрывками из произведений Глинки, Глазунова, Мусоргского, Танеева, Римского-Корского. Так для сцены появления Клеопатры было использовано «Видение Клеопатры» из оперы Римского-Корского «Млада». Для «Вакханалии» вставного танца греческих танцовщиц отрывок «Осень». «Вакханалия» из балета Глазунова «Времена года». Ее даже стали давать под конец оперы, и она оказалась приманкой для псковитянки. Ее успех превосходил успех самого Шаляпина. Но действовал тут не какой-либо соблазн зрелища, грубее говоря, не элемент скабрезной пикантности. Правда, сама царица Египта в лице смелой и юной Иды Рубинштейн постепенно лишалась своих покровов и затем придавалась любовному экстазу у всех на глазах, причем лишь в самый критический момент являлись услужливые придворные дамы, окружавшие за навесками ложи любовников, что до некоторой степени только подчеркивало рискованность положения. Под дивную, но и страшно соблазнительную, но и грозную музыку из млады происходило пресловутое раздевание царицы. Медленно, со сложным придворным ритуалом разматывались один за другим многочисленные покровы и оголялось тело всемогущей красавицы, гибкая тонкая фигура которой оставалась лишь в том чудесном полупрозрачном наряде, который ей придумал Бакст. Но то являлась не хорошенькая актриса в откровенном дезобелье, а настоящая чаровница, гибель с собой несущая. Рядом с этой сценой раздевания кульминационным пунктом спектакля Клеопатра являлась вакханалия на музыку Глазунова из времен года, что и оправдало вполне возложенные на этот номер надежды. Вакханалию следует причислить к таким же абсолютным удачам Фокина, как половецкие танцы, как шуты в павильоне, как весь карнавал и вся шахерезада. Вакханалия вызывала каждый раз такой энтузиазм, что дирижер был принужден останавливать минуты на триоркестр. Если в половецком стане, о чем речь еще впереди, мы удовлетворили парижан, жадных до первобытной свежести, если в павильоне мы удовлетворили художественный мир в его увлечении утонченностью восемнадцатого века, то вакханалия в Клеопатре явилась дивным видением ясной красоты древнего мира. Нас же тогда спрашивали, почему мы, задаваясь целью оживить античность, не дали чего-либо более определенно эллинского, более откровенно классического. Но, во-первых, ничего такого достойного Парижа под рукой в 1909 году не оказалось, а с другой стороны, именно в Клеопатре, в этой повести о красивейшей женщине древности, об этой египетской гречанке, можно было выставить античную красоту не только в эллинских хитонах и хламидах, но и в окружении всей цветистой яркости древневосточной цивилизации дать полную картину античной жизни, изобразить то, что прельщало самих древних греков и римлян, так как нас прельщает теперь заветная Индия или иеротический Китай. Лишь два года спустя Дягилев, Фокин и Багст создали вполне эллинский балет Нарцисс с музыкой Черепнина, а еще через год балет Дафнис и Хлоя с музыкой Равеля и хореографическую интерпретацию «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси. Своё дело сделали и чары талантов. Они как бы бросили пыль в глаза публики, заставляли поверить вздорности сюжета, заставляли умолкнуть и упрёки в том музыкальном вандализме, который Дягилев себе позволил, сделав из партитуры Клеопатры какой-то салат русских авторов. Таланты создали удивительную иллюзию настоящей жизни, тогда как, разумеется, никогда ничего подобного тому, что разыгрывалось на сцене, быть не могло. Никогда египетские дворянчики не ухаживали за служанками храма и не пускали к ногам царицы стрелы с любовными записочками. Никогда дочери фараонов не предавались любовным ласкам на паперте храма. Никогда они не отравляли минутных фаворитов на глазах у всего народа, пришедшего их чествовать. Наконец, если при дворе Клеопатры могли быть греческие танцовщицы, то не перед великими же богами царица позволила бы им бесноваться и отплясывать ту вакханалию, которая подняла парижскую публику и заставила ее, обыкновенно столь сдержанную и корректную, вопить от наслаждения. Чары талантов. О да, здесь их было много. И трудно было встретить такое соединение талантов и людей, владеющих в совершенстве своим очарованием, какое оказалось в Клеопатре. Тут все служило очарованию. Одна декорация Бакста чего стоила, такая торжественная по замыслу, такая красивая по своим розоватым, желтым и фиолетовым тонам. На этом фоне, дававшем впечатление знойного, душного южного вечера, необычайно ярко загорались пурпуры костюмов, блистало золото, чернили хитросплетенные волосы. А как чудесно удалось Баксту и Фокину выполнить мной придуманное появление Клеопатры, появление не на открытых носилках, а в каком-то подобии гроба или саркофага, испещренного таинственными золотыми письменами. Идея этого появления пришла мне, когда я снова и снова слушал на рояле чудесную музыку Млады. Я точно воочию увидел тогда путешествие царицы по пескам пустыни именно в таком замкнутом ящике. А отсюда сам собою был сделан логичный вывод, что и она сама должна быть закутана, как мумия, дабы и малейшие песчинки не проникли через покровы и не осквернили ее божественного тела. И каким себя проявил в Клеопатре сам Фокин чудесным артистом-исполнителем. В проведении роли Амуна проявился вполне его дар переживания. Ему не переставали ни на секунду верить. Он был убедителен и тогда, когда играл со своей возлюбленной, и тогда, когда его охватывало внезапное безумие страсти, и тогда, в особенности, когда он бросался в объятия Клеопатры и искал в поцелуях забвения попранного счастья и предстоящей неминуемой гибели. Он был весь стремительность, закипающая южная кровь и героическая молодость. Рядом с этим ураганом образ, созданный Павловой, нежной и гибкой, как тростник девушки, казался еще более хрупким и трогательным. Из отдельных исполнителей нельзя было не назвать еще Корсавиной и Нежинского, так складно, так грациозно исполнявших танец с покрывалом. Нельзя было не упомянуть о Вере Фокиной и обеих сестрах Федоровых, сумевших быть столь чарующими вакханками. Павлова танцевала невесту Амона Таур, Корсавина и Нежинский, любимых рабов Клеопатры. Рядом с Клеопатрой потрясающий успех нашего первого сезона обусловил половецкий стан из бородинского князя Игоря. Но и тут, в оперной части программы, энтузиазм главным образом вызвал все же балет. Стройно и мощно пели хоры, эффектно была Петренко в роли Кончиковны, а тенор Смирнов восхитительно исполнял свою столь сладостную арию ожидания. Но не это сообщало Стану невиданную красоту, не это покоряло и восхищало, а танцы. Впрочем, надо сказать, и здесь декорация производила громадное впечатление. Созданный Рерихом по принципу панорамы, лишенный боковых кулис, этот фон с его золотисто-алым небом над бесконечной далью степей, с его дымами, столбами, поднимающимися из пестрых приземистых кочевых юрт, это было то самое, чему здесь надлежало быть. До чрезвычайности убедительны были и костюмы, для которых Дягилев обобрал все восточные магазины Петербурга и которые поражали никогда еще не виданной, особенно в Париже, цветистостью. Наши же незаменимые балетные артисты с таким жаром отдались своей роли, можно сказать, что у всех была именно одна роль, так переживали ее, так перевоплощались в каких-то древних героических дикарей, в чутких степных девушек и в подобие индусских баядерок, что не поверить тому, что происходило на сцене, оказывалось невозможным. Однако, разумеется, и очарование от половецкого стана следует главным образом приписать музыке. Именно ей принадлежала первая роль в этом восхитительном навождении. Как на курьез, очень характерный для Дягилева, я укажу на то, что он, несмотря на весь свой пиетет к Бородину, выпустил из этого акта наиболее в России популярную арию самого князя Игоря «О, дайте, дайте мне свободу!» Поступая так, Дягилев ублажал свою страсть купюром вообще. Предлогом же ему послужило то, что несколько тактов этой арии напоминают один из самых любимых военных маршей Франции. За год до того он же отважился выпустить в Борисе Годунове целиком всю картину корчмы из опасения, как бы она не оскорбила парижан своей грубостью. Чудесное слияние оркестра с человеческими голосами, под которые происходят танцы, узорчатый рисунок тем, то подлинно восточных, то целиком измышленных Бородиным, нарастание звуков и бешенство ритмов, все это, поднесенное в прозрачной и понятной форме, без лишних ухищрений, но и без тени устарелости в технике, вдохновило замыслы Фокина и Рериха, и эта гениальная музыка одухтворяла на каждом спектакле исполнителей, отдававшихся плясу всей душой. Наша русская дикая примитивность, наша простота и наивность оказались в Париже, в культурнейшем Париже, более изощренной, более передовой и тонкой, нежели то, что там вырабатывалось на месте. Я был прав, когда высказывал предположение, что наша музыка и хореография, из нее выросшие, окончательно убьют характерную парижскую салонную притерность. Точно так же после наших постановок те дорогие и сложные академические постановки, которыми тогда еще гордились образцовые, но сколь омертвевшие театры опера и опера-камик, должны были показаться мишурными и жалкими. Наконец, после наших артистов, после нашего балетного ансамбля, Академия танца вдруг потеряла свой стародавний престиж. Этим названием Бенуа обобщенно именует всю французскую балетную школу или даже шире академическую балетную традицию. Состав нашей дружной компании за 1900-е годы очень изменился. Совершенно отпал от нас философ. Началось его отдаление еще в дни существования мира искусства, ибо Диму все менее и менее стали интересовать пластические художества, а напротив, он все более и более углублялся вместе со своими друзьями Мережковскими в сферу религиозно-философских вопросов. Когда же мир искусства, окончив 1904 год, прекратил свое существование, философов и вовсе исчез с нашего горизонта, а затем переселился вместе с Мережковскими в Париж, где и прожил несколько лет. Не бывал теперь у Дягилева и Нурок. Он вообще всем своим демократическим нутром ненавидел Сережу. То, что в нем было барского и деспотического. А потому, раз кончился журнал, в котором Нурок Селен играл очень значительную роль, ему нечего было продолжать общение с бывшим редактором-издателем. Селен, литературный псевдоним Нурока По-прежнему постоянными завсегдатаями у Сережи бывали, кроме меня, Нувель, обиталище которого отстояло от Дягилевского на еще меньшем расстоянии, нежели мое, а также Багст и князь Аргутинский. Когда серьезно возобновились разговоры о парижском сезоне, здесь стал бывать и Фокин, и новичок в нашей компании, совершенно еще юный Стравинский. Честь открытия Стравинского принадлежит целиком Сереже, который, услыхав его «Скерцо и фейерверк», в концерте сразу решил, что это тот человек, который нам нужен. Фантастическая «Скерцо и фейерверк» пьесы 1908 года для симфонического оркестра. Обе были исполнены в сезон того же года в одном из концертов «Зилоти». Мне кажется, что и Стравинский, попав в нашу компанию, тоже почувствовал, что это та среда, которая нужна ему. Во всяком случае, он почти сразу освоился, после чего знакомство стало быстро переходить в подобие дружбы, и это, несмотря на разницу в годах, и на то, что он, начинающий, несомненно, должен был себя чувствовать слегка неуютно в обществе людей зрелых и известных. Одной из связующих нитей между нами, кроме музыки, был культ Стравинского к театру, а также его интерес к пластическим художествам. В отличие от других музыкантов, обычно равнодушных ко всему, что не есть их искусство, Стравинский интересовался живописью, архитектурой, скульптурой, и хоть он не обладал какой-либо подготовкой в этих областях, он все же являлся ценным собеседником для нас, ибо вполне реагировал на все, чем мы жили. Ему вообще был тогда присущ известный шарм ученичества. Он жаждал просвещаться, его тянуло расширить область своих познаний, впечатлений. В музыкальных же вкусах мы были почти во всем заодно. Его любимцы, и среди них Чайковский, были нашими любимцами, его антипатии были и нашими. Но самое ценное в нем было отсутствие даже в намеке того доктринерского начала, которое затем, что бы ни говорили его поклонники и адепты, подорвало творческие силы чудесного мастера. В общем, если Стравинский и шокировал нас подчас своей типично русской резкостью и какой-то склонностью к цинизму, то в нем было еще много и той чарующей экспансивности и того сентиментального реагирования, которые являются лучшими источниками вдохновения. Увы, ныне Стравинский и самую важность вдохновения для художника отрицает. Бенуа не совсем точен в формулировке позиций Стравинского в те годы. «Профан воображает, что для творчества надо ждать вдохновения», писал Стравинский в «Хронике моей жизни», которую, по-видимому, и читал Бенуа. Она была впервые опубликована в Париже в 1935 году. «Это глубокое заблуждение. Я далек от того, чтобы совсем отрицать вдохновение. Напротив, вдохновение, движущая сила, которая присутствует в любой человеческой деятельности. Но эта сила может развиваться только тогда, когда она приводится в действие усилием, а усилие — это и есть труд». Стравинский, «Хроника моей жизни», страница 247. Композитор не изменил своих взглядов и в 1939 году, когда писались воспоминания о балете, целиком подтвердив их в лекциях о музыкальной поэтике, прочитанных в Гарвардском университете. «Я не собираюсь отрицать роль вдохновения в генезисе творчества. Я утверждаю только, что оно ни в какой мере не является первоначальным условием творческого акта, а только лишь вторичным звеном во временной цепи». Стравинский, статьи и материалы, «Москва, 1973 год, страница 34». Сразу же было тогда решено, что необходимо как-то использовать Стравинского для Парижа. Сам Стравинский поведал, что он занят оперой «Соловей» с сюжетом, заимствованным из сказки Андерсона, и что у него уже почти готов первый акт. Однако об опере тогда не могло быть и речи. Опера обошлась Дягилеву в 1909 году слишком дорого и сравнительно не оправдала себя, если не считать одного акта из князя Игоря. Напротив, нашими триумфами мы главным образом были обязаны балету, и поэтому было решено, что одни только балеты и повезутся в следующий раз в Париж. Кроме того, и сам Сергей теперь относился к своей антрепризе, не с той олимпийской объективностью, с которой он приступал к первому сезону, а напротив, благодаря своей дружбе с Нежинским, он как-то лично был заинтересован в успехе именно балетным. Еще два года до того, в диалоге о балете, появившемся в одном сборнике статьи о театре, я высказал мечту о том, чтобы народилась в балете настоящая русская или даже славянская мифология. Беседа о балете в сборнике «Театр», книга о новом театре, Санкт-Петербург, Шиповник, 1908 год. Я находил это вполне возможным, ибо все элементы для хореографической драмы содержатся как в образной, так и в психологической стороне наших древних сказаний, былин и сказок. Мне казалось, что стоит отойти от ребячливого трафарета конька-горбунка, стоит людям, влюбленным в нашу древность, поискать способы, как ее притворить в сценические и музыкальные действия, чтобы все дальнейшее нашлось само собой. Слишком яркой вставала эта древность со всей глубиной своих символов перед современным сознанием, и слишком она представлялась живой и заманчивой. После же нашего первого парижского сезона было принципиально решено, что настал момент создать русскую хореографическую сказку, и наиболее подходящую для сцены сказку мы начали искать общими усилиями. Однако мы убедились вскоре, что подходящей во всех своих частях сказки нет, и таковую приходилось сочинить, вернее, скомбинировать. Музыку должен был писать Черепнин, танцы ставить Фокин, основные же элементы сюжета были подсказаны молодым поэтом Потемкиным. Разработкой этих элементов занялась своего рода конференция, в которой приняли участие Черепнин, Фокин, Стелецкий, Головин и я. Очень зажегся нашей мыслью и превосходный наш писатель, великий знаток всего исконно русского, и вместе с тем величайший чудак Ремезов, обладавший даром создавать вокруг себя сказочные настроения, и даже тогда, когда беседа ведется на самые обыкновенные темы. В двух заседаниях, которые происходили у меня с Ремезовым, самый его тон способствовал оживлению нашей коллективной работы. А оживление выразилось затем в том, что мы уже не только теоретически приблизились к задаче, но зажглись ею. Однако по дороге, достаточно трудной к осуществлению новой затеи, большинство участников конференции отпало, в том числе от Стал и Черепнин, человек вообще подверженный необъяснимым внезапным переменам настроения, и к тому же переживавший в те дни какое-то необъяснимое охлаждение к балету вообще. Впрочем, его мечты о жар птицы вокруг этой сказки и вертелись наше нащупывание нашли себе все же выражение в иной форме, в ряде музыкальных картин, из которых первая, очень колоритная и поэтичная, была исполнена в одном из симфонических концертов еще в сезоне 1909-1910 годов. Симфоническая картина «Зачарованное царство» Убедившись, что Черепнин больше не с нами, Дягилев решил поручить создание музыки к нашему русскому балету Стравинскому. Это был один из тех отменно смелых поступков, которыми вообще полна деятельность нашего друга. Но в данном случае, и после того, что мы познакомились с совершенно исключительной одаренностью юного композитора, риск не был уж столь велик. После первых же опытов Стравинского стало очевидным, что русский балет у него выйдет. Если же в конце концов «Жар-птица» в целом не вполне оказалась тем, о чем мечталась, то случилось это не по вине Стравинского. Партитура его принадлежит к несомненным перлам и более поэтичной, во всех своих моментах выразительной и фантастически звучащей музыке трудно себе представить. Главным недостатком балета «Жар-птица» остается ее фабула, ее либретто. Как мы не старались отойти от конька-горбунка, мы все же создали сказку для детей, а не сказку для взрослых. А хотелось чего-то такого, что не требовало бы становиться на какую-то специально ребячливую точку зрения, к чему можно было относиться с полной серьезностью. Хуже всего, что герой балета Иван Царевич, случайно попадающий в погоню за огненной птицей в запретные сады Кащея и полюбившаяся ему царевна ненаглядная краса, остались в сущности чуждыми и далекими для зрителя. Это трафаретные фигурки из картона, а не живые существа. Им не веришь, и болеть за них невозможно. Более живым в «Жар-птице» получилось злое начало, олицетворенное Кащеем. Музыка, страшная и пленительно-отвратительная, во всем, что касается этого гнусного порождения народного вымысла, особенно удалась Стравинскому. Но гибель Кащея наступает в балете слишком быстро, и многое остается каким-то недосказанным, случайным. Впрочем, последнее получилось и от того, что Дягилев поставил обязательным условием, чтобы балет длился не больше часа и состоял из одного акта. В следствии этого получилась известная теснота в разработке драматического действия и какая-то неполная мотивированность разных моментов. Тогда же я требовал от Сережи, чтобы в следующей аналогичной попытке всякая поспешность и другие стеснительные рамки были оставлены. Следовало дать созреть вполне затеянному. Сережа обещал, но мы до этого следующего более серьезного опыта с балетом на русскую тему так и не дошли. И поэтому жар птицы остается лишь какой-то предвозвестницей чего-то, что, может быть, достанется вполне осуществить другим. На репетициях «Жар птицы», происходивших в Петербурге в том же Екатерининском зале, в котором зрели наши постановки 1909 года, я приходил в восторг от всего, что творил Фокин. Чарующее получалось под дивно переливающуюся музыку игра «Царевен с золотыми яблочками». Прекрасно было придумано ПДД, как дико звучит это слово в приложении к русской сказке, «Птицы» и «Ивана-Царевича». Сколько в этом было остроумия, как выразительные и многообразные попытки плененного райского существа вырваться из цепких рук и улететь обратно в свой неведомый край. Хореографическая задача была здесь тем более трудной, что надлежало дать артистке выказать свое мастерство в передаче своей окрыленности и в то же время связать каждое ее движение. Масса изобретательности, но совершенно иного порядка, была вложена Фокином в постановку сплошь на танцы происходившего выхода Кащея, а также в поганом плясе и в колыбельной. Существовали ли когда-либо, хотя бы в народной фантазии, все те белебошки и другие уроды и гады, о существовании которых нам с таинственным и авторитетным видом рассказывал Ремезов. Быть может, он это тут же все выдумывал? Фокин, однако, безусловно, поверил в них, увидал их в своем воображении. То, что вылезало на сцену, вертясь, кружась, приседая и подпрыгивая, нагоняло годливый ужас даже тогда, когда исполнители были еще в своих рабочих репетиционных костюмах. Как наслаждался при этом сам Фокин, создавая эти жуткие образы, для полного превращения которых в сценические, облаченные в костюмы фигуры, потребовалась бы демоническая изобретательность Босха или Брейгеля. Беда именно в том, что ни Босха, ни Брейгеля среди нас не было. В прежние годы такой задачей мог бы, пожалуй, плениться склонный ко всякой жути Сомов. Но Сомов из непримиримой антипатии к Дягилеву продолжал упорно держаться вдали от наших театральных затей. Из специалистов же древнерусского стиля ни Белибин, ни Стелецкий не подходили к такой задаче. Слишком в творчестве как того, так и другого было много этнографического, археологического привкуса, и поэтому в конце концов пришлось обратиться к Головину. К сожалению, задача оказалась не по плечу и Головину. Точнее, он оказался не созвучным ни с тем, что говорила музыка Стравинского, ни с тем, что, вдохновляясь этой музыкой, лепил Фокин из артистов. Впрочем, тот эскиз декорации, который был представлен Головиным, сам по себе нас всех пленил. Сады Кащея были изображены ранним утром, незадолго до рассвета, как бы потонувшими в прозрачной серости. Слева нагромождение каких-то ядовитых грибов, смахивающих на индийские пагоды, служило намеком на замок Кащея. Справа наслоение матово-цветистых красок говорили о коварных, мягких и густых зарослях, о топкой душной глуши. Но если этот эскиз Головина и был в своем роде шедевром, как картина, то он никуда не годился, как декорация. Самый опытный специалист на планировке не мог бы разобраться во всей этой путанице и приблизительности, и вся она оказалась пестрым ковром, лишенным всякой глубины. Нельзя было себе представить, что в такой лес можно проникнуть, что это вообще лес с его таинственной мглой и влагой. Еще менее удачными получились костюмы Головина к жар-птице. Костюмы жар-птице и царевны ненаглядной красы были выполнены бакстом. Взятый сам по себе, каждый рисунок годился бы в музей, скорее всего, в музей этнографический. Какие тут были краски, какие узоры, но и эти краски и узоры не отвечали сценической задаче. От придворной челяди Кощея получилось впечатление чего-то роскошного и нарядного, но вовсе не жуткого и не мерзкого. Головин повторил ошибку, в которую он уже впал в постановке акта Черномора в Руслане. Головин и Константин Коровин оформили постановку Руслана и Людмилы Глинки на сцене Мариинского театра в 1904 году. Головинский эскиз декорации первой картины четвертого акта «Сады Черномора» находится теперь в Краснодарском художественном музее имени Луначарского. И вот пока хореографические затеи Фокина исполнялись артистами на репетициях, они представлялись фантастическими. На сцене же все как-то заволокла неуместная, слишком элегантная пышность. Кикиморы выглядели средневековыми пажами, бели бошки боярами, силачи янычарами и так далее. Да и сам Кощей. Как не старался артист казаться страшным в жестах и гриме? Ему это удавалось мало, ибо одеяние его слишком напоминало традиционный наряд дедушки Рейна из немецких сказок. Такому Кощей Иван Царевич не плюнул бы в лицо из одного отвращения, как это полагалось в сказке и как это превосходно исполнял Фокин. Нужно отдать справедливость. Все артисты заслужили вполне восторги публики. Фокин Царевич был удивительно красив и на русский лад героичен. Ненаглядная краса соединяла какое-то достоинство принцессы со стыдливой грацией и обольстительной ласковостью. Очень мастерски вел свою роль гадина Кощей. И совершенно чудесными были обе артистки, исполнявшие роль жар-птицы, как Корсавина, превращающаяся постепенно в нашу главную звезду, так и совершенно юная Лидия Лопухова. Корсавина, Тамара Платонна, 1885-1978, русская балерина, в 1902-1918 годах танцовщица Муринского театра, с 1909-го по 1921-й ведущая солистка труппы Дягилева, с 1930-го по 1955-й год, вице-президент Английской Королевской Академии Танца, автор книги «Театральная улица», Лондон, 1929-й год. У первый образ феи Летунии носил в себе черту какой-то чисто восточной эстомы. Так особенно хороша была Корсавина во все моменты страдания, в своих порывах высвободится из рук поймавшего ее Ивана. У Лопуховой же получалось что-то более бойкое, нервное и, пожалуй, детское. Одна была птицей, другая — пташечкой. Но обе с безукоризненной четкостью исполняли все замысловатости того хореографического рисунка, который им сочинил безжалостный балетмейстер и которые поражали тогда еще невиданными трудностями. При всех своих недочетах жар-птица была все же прелестным зрелищем. Что же касается второй нашей новинки в сезоне 1910 года — Шахерезады, то это наше коллективное произведение оказалось одним из неоспоримых наших шедевров. Споры, возникшие вокруг Шахерезады, касались главным образом права постановщиков вносить изменения в музыку римского Корского. Против самоуправства Дягилева выступила в газете «Речь» вдова композитора. Партитура оказалась варварски перекроена, поддержала ее русская музыкальная газета 22-29 августа 1910 года. Однако среди людей, имевших возможность видеть спектакль, преобладало восхищенное одобрение. «Так много вложено в эти танцы истинной красоты», писал присутствовавший на представлениях Серов, «красоты одеяний, фона, красоты самих существ, движимых пленительной музыкой римского Корского, что видишь и ощущаешь близость Востока и признаешь сказку из «Тысячи и одной ночи». Письмо в редакцию, речь, 1910 год, 22 сентября. До сих пор успех этого балета не убывает. Несмотря на то, что чудесная декорация Бакста давно заменена неказистой с нее копией, а костюмы, тридцать раз перешитые и в конец затрепанные, утратили всю свою прежнюю обворожительную яркость. К сожалению, мне лично спектакль Шехерезада в Париже 1910 года доставил очень большое и несколько специальное страдание. И это же страдание я испытал и в дальнейшем, каждый раз, когда бывал зрителем этого балета. Дело в том, что не только сама идея превратить в хореографическое действие симфоническую картину Римского-Корского принадлежало мне, но мне же принадлежала и вся сценическая обработка сюжета. Это тем более мое произведение, что я даже не потрудился придерживаться программы автора, а придумал нечто совершенно от нее отличное. И здесь, и в дальнейших эпизодах рассказа, касающихся споров об авторстве Шехерезады или Петрушки. Бенуа не упоминает о роли Фокина-хореографа, еще одного и едва ли не главного автора балетов. Объясняется это до некоторой степени тем, что участие Фокина в спектаклях неизменно отмечалось в афишах словами «хореография Фокина» и тем самым стояло вне конкуренции с усилиями либретистов или художников. В своих позднейших воспоминаниях «Против течения» воспоминания балетмейстера статьи-письма «Ленинград-Москва», 1962 год, Фокин не менее ревниво, чем Бенуа, отстаивал свои заслуги в создании русских балетов. Однако характерно, что он оспаривал их прежде всего у Дягилева, неоднократно называвшегося в западной печати единоличным создателем балетов. И только затем у Бенуа или Бакста. Согласно программе здесь описываются приключения мореплавателя Асиндбада. Я же предпочел представить тот эпизод, который является вступлением ко всему сборнику арабских сказок, и в котором главным действующим лицом является вовсе не добродетельная рассказчица Шахерезада, а безымянная и весьма порочная супруга Шаха Шахрияра. Оправдываться в том, что я позволил себе такое отступление от авторской воли, я не считал бы нужным. Когда в первый раз давным-давно я слушал Шахерезаду и ничего тогда не знал о существовании программы, мне представлялись именно те картины гаремного сладострастия и жестокой расправы, о которых говорится в прологе «Тысяча и одной ночи». И эти же картины не переставали восставать в моем воображении каждый раз, когда я слушал Шахерезаду и после того, как мне уже стала известна настоящая программа. Поэтому и тогда, когда мы решили, что повезем в Париж балет на музыку Шахерезады, и когда для возбуждения моего творческого воображения приглашенный на этот предмет пианист, стал каждый вечер нам проигрывать клавирное переложение симфонии, я оставил помыслы о похождениях восточного Мюнхгаузена и стал под эти звуки снова фиксировать свое воображение на том самом, что уже давно сложилось у меня в голове. И постепенно это воображаемое стало принимать все более конкретные очертания и все логичнее укладываться в сценическое действие. Сергей с самого начала работы решил выпустить одну из частей, впоследствии ее исполняли в виде увертюры, и это, в свою очередь, облегчило задачу. Благодаря этой купюре действие приобрело большую стремительность и сосредоточенность. По мере того, как балет сочинялся, я записывал сцену за сцены на страницах клавира, причем все мои указания принимались и Дягилевым, и присутствующим почти всегда тут же Фокином безоговорочно, без малейших споров. Что же касается Дабагста, то он на этих прослушиваниях даже не всегда присутствовал, хотя с самого начала было решено, что постановка будет поручена ему. Выходя как-то ночью после одного из таких творческих вечеров из квартиры Дягилева, я полушутя сообщил провожавшему меня до моего обиталища князю Аргутинскому, что запись черным по белому на клавире должна на сей раз послужить гарантией тому, что мной придуманное будет числиться за мной. Год назад я мучительно пережил, что Дягилев не старался отметить мой творческий вклад в общее дело, и в частности то, что мной были придуманы столь действительно эффектный выход Клеопатры и не менее эффектное ее развертывание. Мне и сейчас непонятно, что руководило при этом и при многочисленных подобных случаях Сережей, говорила ли какая-то затаенная досада человека в общем лишенного воображения, говорил ли род зависти, которую ведь находишь в самых неожиданных местах, или то происходило просто по российскому неряшеству. Каково же было мое изумление, когда, усевшись в кресло парижской оперы и раскрыв программу, я прочел под титулом Шахаризады слова «Балет Бакста». Я до того был поражен, что даже не поверил глазам. Но когда тут же зазвучал оркестр и поднялся занавес, я настолько весь отдался слуху и зрению, и получаемое от слияния звуков с представшей и жившей передо мной картиной наслаждение оказалось таким интенсивным, что я как-то забыл о только что прочитанном. Да и тогда, когда балет кончился, восторг мой был настолько велик, что, поздравляя на сцене и обнимая Бакста и Сережу, я в эти минуты более не сознавал нанесенные мне одним из них или обоими обиды. Лишь перечитывая афишу у себя в отеле, я вполне осознал настоящий смысл злополучных слов, и тогда душа наполнилась горечью и возмущением. При этом мне и в голову не приходили какие-либо материальные соображения. Несмотря на свои 40 лет, я все еще до такой степени оставался далек от всяких практических расчетов, что даже не подозревал о существовании так называемых авторских тантьемов. Дополнительное вознаграждение. Меня возмущал один только голый факт, что люди, столь мне близкие, такие стародавние мои друзья, могли так со мной поступить. И, разумеется, я только окончательно опешил, когда на предложенный мною Сереже вопрос, что это означает и как это могло случиться, он, не задумываясь, на ходу бросил мне фразу «Что ж ты хочешь?» Надо было дать что-нибудь и баксту, у тебя павильон армиды, а у него пусть будет шахерезада». Я осмолчал, но, вернувшись в летнюю свою резиденцию в Лугану, я уже оттуда написал Сереже письмо, полное негодования и упреков. Мало того, в этом письме я порывал с ним навсегда и клялся, что ни за что не буду больше сотрудничать в его антрепризе. Лучше всего выражают мое тогдашнее впечатление от шахерезада те строки, которые я тогда написал в одном из своих фельетонов в речи, посвященных парижским спектаклям. «Русские спектакли в Париже шахерезада речь 1910 год 12 июля». «Шахерезада», писал я под свежим впечатлением, «почему-то названа балетом Бакста». На самом же деле все либретто до мельчайших подробностей было сочинено другим лицом, имя которого Дягилев почему-то счел нужным не упомянуть в Париже. Но Баксту действительно принадлежит честь создания шахерезады как зрелище, и зрелище изумительного, я бы сказал, невиданного. Когда вздымается занавес на этом грандиозном зеленом алькове, то сразу вступаешь в мир особых ощущений, тех самых, которые вызываются чтением арабских сказок. Один изумрудный тон этих покровов занавеской трона, одна эта голубая ночь, что струится через решетчатые окна из гаремного сада, эти ворохи расшитых подушек, и среди грандиозной интимной обстановки эти полуногие танцовщицы, что тешат султана своими гибкими, строго симметрическими движениями, одно это чарует сразу и абсолютно. Кажется, точно со сцены несутся пряно-чувственные ароматы, и душу наполняет тревога, ибо знаешь, что здесь, вслед за пиром, за безумно сладкими видениями, должны палиться потоки крови. Трудно себе представить более тонкую, меткую и менее навязчивую экспозицию драмы, нежели декорация Бакста. И откуда Бакст оказался в такой степени колористом и красочником? Вот поистине человек нашел наконец себе настоящее свое назначение. Здесь видишь, что Бакст может создавать большие чудесные картины, а не одну остроумную графику или надуманные диссертации вроде своей картины «Древний ужас». Картина, написанная Бакстом по следам его поездки в Грецию, представляла гибель в морских волнах легендарной страны Атлантиды. Темпера, 1908 год, Государственный Русский музей. Историка, символический древний пейзаж с зигзагом молнии на небе и древней статуей на первом плане, был написан рассудочно и вяло. Восторженно принятая поэтами-символистами, картина не имела успеха у художников, и это заставило Бакста в дальнейшем отойти от станковой живописи и сосредоточить свои усилия в сфере театральной декорации. На сцене Бакст становится свободным, простым, он получает ценнейшую художественную черту «размах». И не только декорация, написанная Анисфельдом в сотрудничестве с Бакстом и написанная изумительно виртуозно, широко и в самых звучных красках, но и фигуры, движущиеся на этом самом фоне, согласно остроумнейшим комбинациям Фокина, фигуры эти произведения Бакста и вполне вяжутся с фоном. Говорю без преувеличения, я никогда еще не видел такой красочной гармонии на сцене, такого благозвучного в своей сложности красочного оркестра. Исполняется этот балет, длящийся всего 20 минут, с бесподобным мастерством. Восхитительные танцовщицы Фокина, Полякова и Федорова. Очень хороши все жены султана и их любовники-негры. Внушителен и отвратителен старый евнух господин Огнев. Хороший господин Киселев в роли мрачного и зверившегося в жизни Шахземана. Но совершенно бесподобны, гордая, коварная, безудержная в своих страстях султанша Зобеида, госпожа Рубинштейн, благородный с головы до ног царь Шахрияр Булгаков и, наконец, Нежинский, который дает не то змеины, не то кошачий образ вертлявого, женоподобного и все же страшного фаворита негра. Петрушка В ответ на то печально негодующее письмо, в котором я объявлял свое нежелание участвовать в сережном деле, он сам явился в Луган в сопровождении Нежинского. При свидании были дружеские объятия и даже какой-то намек на слезы со стороны моего вероломного и кающегося друга, но все же это не произвело на меня никакого впечатления. Я твердо тогда решил, что больше не буду себя подвергать подобным весьма тяжелым испытаниям, и мольбы Сергея и убеждения не могли на меня повлиять. Дня четыре оба приятеля оставались в Лугану, и мы виделись по два раза в день, но дальше каких-то рассказов о том, что происходило после моего отъезда в Париже и дальше царившего у нас по-прежнему всякого шутовства разговоры не заходили. Не скрою при этом, что оставаться стойким в принятом решении мне стоило значительных усилий. Отказаться от дела, которому предан всей душой, которое в значительной степени считаешь своим собственным созданием, не так-то легко. Все же я тогда выдержал, и как только Сергей с Вацлавом укатили дальше в Венецию, так я принялся за свои обычные занятия. И вот осенью, находясь уже в Петербурге, я получаю от Дягилева письмо, которое меня всего взбаламутило. В нем он писал приблизительно следующее. Он доверит в бесповоротность моего решения вообще, и все же ввиду совершенно исключительного случая, обращается ко мне и надеется, что я, простив обиду, снова присоединюсь к друзьям. Исключительность же случая заключалась в том, что Стравинский сочинил и сыграл ему на днях какой-то русский танец и еще нечто, что он назвал криком Петрушки, и обе эти вещи оказались в самом настоящем смысле слова гениальными. у обоих у них тогда же явилась мысль использовать эту музыку для нового балета. Сюжета у них пока нет, но попутно пришла в голову мысль, не представить ли на сцене петербургскую масленицу и не включить ли в ее увеселение представление Петрушки. «Кто как не ты, Шура, кончал письмо Сережа, мог бы нам помочь в этой задаче?» И поэтому-то они оба обращались теперь ко мне, причем Сережа заранее высказывал уверенность, что я не смогу от такого предложения отказаться. Сережа имел все основания быть уверенным. Петрушка, русский гениоль, не менее нежели орликин, был моим другом с самого детства. Если бывало, я заслышал, заливаю гнусавые крики странствующего петрушечника «Вот Петрушка пришел, собираетесь, добрые люди, посмотреть, поглядеть на представление», то со мной делался рот припадка от нетерпения увидеть столь насладительное зрелище, в котором, как и на балаганных пантомимах, все сводилось к бесчисленным проделкам какого-то озорника, кончавшимся тем, что мохнатый черт тащил милого злодея в ад». Таким образом, что касалось личности самого Петрушки, то я сразу почувствовал своего рода долг старой дружбы его увековечить на настоящей сцене. «Но еще более меня соблазняла идея изобразить на сцене театра Масленицу милые балаганы, эту великую утеху моего детства, бывшую еще утехой и моего отца. Тем более было соблазнительно соорудить балаганом какой-то памятник, что самые эти балаганы уже с десяток лет как были упразднены. Они были вынуждены уступить и погибнуть в той борьбе с алкоголизмом. Говорить нечего, на балаганах простолюдины изрядно предавались русскому водочному вакху, которую повел против них принц Ольденбургский. Принц Александр Петрович мог питать особливое отвращение к этому шумливому торжещу, потому что оно располагалось под самыми окнами его дворца. Балаганы из центра города были около 1900 года перенесены на окраину, на Семеновский плац, и там они захерели, а через несколько лет и вовсе прекратили свое существование. К этим проявлениям чувства долга дружбы к Петрушке и к этому желанию увековечить петербургский карнавал присоединилось в качестве окончательного решающего аргумента за принятие предложения Сережи. То, что я как-то вдруг увидел, как именно такое представление можно создать. И сразу стало ясно, что ширмы Петрушки в балете неприменимы. год до того мы попробовали в художественном клубе устроить такого Петрушку с живыми людьми, и хотя в этот спектакль Добужинский вложил все свое остроумие, получилось нечто довольно-таки нелепое и просто даже скучное. Живые большие люди в масках что-то проделывали над краем занавески, через которую были перекинуты пришитые костюмом деревянные ножки. Но все это создавало лишь впечатление чего-то вымученного и скорее жалкого. Тем паче нужно было опасаться подобного же эффекта на сцене театра, и уж никак эта система не подходила для балета, ибо что можно было заставить делать балетных артистов, которые не смогли бы пользоваться своими натуральными ногами? Раз уж отменялись ширмы, то, естественно, их должен был заменить на сцене театр, театрик. Куклы этого театрика должны были ожить, не изменяя, однако, своей кукольной природе. Куклы оживали бы по велению какого-то чародея, и этому оживлению был бы присущ несколько мучительный характер. Чем резче вышел бы при том контраст между живыми людьми и ожившими автоматами, тем все в целом стало бы интереснее, острее. Надлежало предоставить значительную часть сцены под массу живых людей, под публику на гулянии, тогда как кукол было бы всего две, герой пьесы, тот, кому была обязана возникновением вся затея, петрушка и его дама. Продолжая выдумывать сюжет, я захотел, чтобы появился еще и третий персонаж, араб. Дело в том, что среди спектакля петрушечника неизменно вставлялась несвязанная с остальным интермец. Двое черномазых, одетых в бархат и золото, безжалостно колошматили друг друга палками по деревянным башкам или же кидали и ловили палки. Такого-то араба я решил включить в число своих действующих лиц. Включение же его как-то само собой привело к тому, что араб сделался олицетворением третьего угла треугольника. Если Петрушка был олицетворением всего, что есть в человеке одухтворенного и страдающего, иначе говоря, начало поэтичного, если его дама коломбина-балерина оказалась персонификацией вечно женственного, то роскошный араб стал олицетворением начала бессмысленно принительного, мощно-мужественного и незаслуженно торжествующего. Увидав духовными очами такую пьесу, предугадывая коллизию, которая неминуемо должна была произойти от сочетания столь контрастных элементов, я уже не смог отказаться от предложения Сережи способствовать сценическому выявлению затеваемого балета. Иначе рисует возникновение либрет Петрушки Стравинский. По его словам, основные идеи сюжета были согласованы им с Дягилевым еще до приглашения Бенуа. Мы с Дягилевым условились относительно места действия, ярмарка с ее толпой, ее балаганами и традиционным театриком, персонажей, фокусник, развлекающий эту толпу, ярмарочные куклы, которые оживают, Петрушка, его соперник и балерина, и сюжета, любовная драма, которая заканчивается смертью Петрушки. Стравинский, хроника моей жизни, страница 73. Тому же, что Дягилев писал мне о гениальности музыки русского танца и крик о Петрушке, я верил вполне. И это, в свою очередь, меня подстрекало в чрезвычайной степени. Гениальность этих двух отрывков служила ручательством того, что и все остальное в музыке Стравинского будет гениальным. Как же было тут упорствовать и оставаться на своих позициях благородного дутья? Через два-три дня я сдался, уведомив Сережу, что предложение его принимаю, что все обиды забыты и что я всецело снова с ним, с ним и со Стравинским. Через несколько недель в Петербург пожаловал и сам Сережа. Моя схема была сразу и с восторгом принята им, и теперь за традиционным чайком с бубликами в Дягилевской квартире потянулись каждовечерние собеседования, вертевшиеся главным образом вокруг нарождающегося петрушки. Одно время, давая свободу фантазии, сюжет у меня стал было пухнуть и превращаться во что-то очень сложное, но затем он вошел в собственные рамки и постепенно уложился в четырех коротких актах без антрактов. Два крайних из них должны были происходить среди масленичного гуляния, два средних внутри театрика фокусника. Ожившие в первом акте на людях куклы продолжали жить настоящей жизнью в своих комнатах, и между ними завязывался роман. Крик Петрушки, который мне теперь подробно описал Сережа, выяснив и все, что в этот крик Стравинский вложил к ликушески страдальческого, должен был заполнить первые из этих двух интимных актов. Во втором же царил араб, но что именно тут происходило оставалось до поры до времени под вопросом. Наконец в декабре приехал на короткую побывку к своей матери Стравинский. И тут я и услыхал, как оба готовых куска, с которых все началось, так и еще кое-что из-за того, что Стравинский успел придумать для первой картины. Сыграл мне их Игорь в моей маленькой гостиной с темно-синими обоями под большим пейзажем Александра Иванова на моем старом, безбожно-твердом генче. На том самом инструменте бедному старику отрубили с тех пор половина его безмерно длинного хвоста, на котором Альбер когда-то рассказывал мне историю про мальчика, похищенного чертями. И то, что я теперь услыхал, превзошло все ожидания. Русский танец оказался поистине волшебной музыкой, в которой дьявольский заразительный азарт чередовался со страшными отступлениями нежности и который внезапно обрывался, достигнув своего пароксизма. Что же касается докрика Петрушки, то, прослушав его раза три, я уже стал в нем различать и горе, и бешенство, и какие-то любовные признания, а над всем какое-то беспомощное отчаяние. Стравинский не протестовал против моих комментариев, и в дальнейшем эта программа, явившаяся задним числом, мною была разработана во всех подробностях. Тогда же увидал я ту черную комнату, в которую поселил злой фокусник свое произведение, получившее о ужас, дар осознания окружающего. Слушая теперь музыку второй картины Петрушки и глядя на то, что с большей или меньшей удачей артист выражает в жестах и в мимике, я подчас сам с трудом могу поверить, что при столь абсолютном совпадении поступков и музыки последнее не написано на уже готовую программу, а что программа была подставлена под уже существовавшую музыку. Процесс творчества здесь шел путем как бы обратном естественному и нормальному. Согласованность нашего сотрудничества в создании нового балета поддерживалась и в дальнейшем, несмотря на то, что до самой весны 1911 года мы уже больше не встречались. Стравинский продолжал жить с семьей в Швейцарии, а я в Петербурге. Как раз под комнатой, которую я специально нанял для работы над декорацией и костюмами Петрушки, находилась квартира, снятая графом Бобринским для своих кучеров. Чудесный особняк графа Бобринского находился рядом с обитаемым нами домом. В этой кучерской целыми днями происходили при участии развеселых особ прекрасного пола и под треньканье балалаек, оргии и танцы. В другое время мне это мешало бы, но в данном случае этот шум и даже визги, крики, песни и топот только способствовали созданию подходящего настроения. Согласованность между нами поддерживалась письмами. Сюжет принимал все более отчетливые формы. Наметившееся во второй картине драматическое положение безнадежность любви поэта Петрушки получило свой противовес в той незаслуженной страсти, которой возгорелась балерина к тупице Арапу. Личности и балерины, и Арапа при этом стали все более выявляться, а когда я услыхал музыку комнаты Арапа, то во всех деталях у меня сочинился и монолог Черномазова, все его нелепые поступки, игра с орехом, сопротивление ореха старанием Арапа его разрубить и так далее. Как раз в момент идиотского религиозного экстаза Арапа перед орехом является балерина и происходит сцена соблазна. Но в самую кульминационную минуту любовного экстаза, когда Арап от разбувшивавшейся страсти чуть ли не готовится пожрать прелестную гостью, врывается обезумевшей от ревности Петрушка и занавес падает на том, что Арап выталкивает вон смешного соперника. Конец третьей картины предвещал и окончательную развязку, ведь сцены, подобные этой, должны были повторяться внутри театрика, страсти распалялись, и, наконец, трогательного, но и безнадежного несчастливца постигал роковой конец. Финал необходимо было вынести из интимной обстановки снова на людей, в гущу той самой ярмарки, среди которой в первом действии произошло оживание кукол. я был в восторге от мысли композитора к концу уличного гуляния выпустить еще толпу маскированных ряженых, ведь русский карнавал не обходился без такого дьявольского развлечения. Среди прочих масок появлялись бы и всякие кикиморы, и прочая нечисть, и уж непременно сам черт. Тут-то как раз, когда пьяный разгул достигает своего предела, из театрика фокусника раздаются вопли Петрушки. Спасаясь от рассверепевшего врага, он в диком ужасе выбегает и ищет спасение в толпе, но черный человек настигает его и ударяет саблею по голове. Таким был задуман мною в общих чертах финал балета. Но разработкой его мы занялись с Островинским лишь тогда, когда снова соединились. На сей раз в Риме. Вершины трагического композитор достиг в нескольких заключительных тактах, выражающих агонию Петрушки. Я и сейчас не могу без дрожи слышать эту столь теперь знакомую музыку агонии, жалобное прощание Петрушки с жизнью. Удивительной находкой можно считать и то, каким образом выражен самый момент смерти. Отлет души Петрушки в лучший мир. Слышится отрывистый всхлип. Получается же этот странный звук отбросаемого на пол бубна. Это не музыкальное звяканье как бы разрушает все наваждение, возвращает зрителя к сознанию реальности. Но не так-то просто кончается драма для злодея фокусника, дерзнувшего вложить сердце и мысль в свои игрушки. душа Петрушки оказалась бессмертной и тем временем, когда старик кудесник с презрительным равнодушием волочит перерубленную куклу по снегу, собираясь ее снова починить и снова мучить, освободившийся от телесных уз подлинный Петрушка появляется в чудесном преображении над театриком и фокусник в ужасе обращается в бегство. Музыка финала давалась Стравинскому не сразу и не без всяческих комбинаций и поисков. Он все еще бился над ней, когда оставалось всего несколько недель до спектакля. Из своего номера той гостиницы, в которой мы оба поселились, на Виа Кватро Фонтане, я по утрам часами слышал доносившиеся из комнаты подо мной неясный перебор рояльных звуков, прерываемых более или менее долгими паузами. Это созревали последние такты четвертой картины. Когда же все было готово, то Петрушка уже весь подряд был сыгран мне и Дягилеву. Последний не меньше моего был в восторге от всего, и единственное, с чем Сережа не соглашался, это с тем вопросительным знаком, на котором кончается музыка балета. Он и потом долго не сдавался, требуя более правильного разрешения, что доказывает, между прочим, сколько еще в нем оставалось даже в 1911 году академических предрассудков. О, чудесные времена! Издали они мне кажутся такими же лучезарными, какие были радостные годы детства или самые поэтические годы юности. Поистине, все тогда чудесно соединилось. Чудесно было, что мы дружно и в абсолютной гармонии работали над произведением, значительность которого мы сознавали. Чудесно было, что работа эта заканчивалась в столь необычной для нас и столь прекрасной обстановке в вечном городе, в комнатах, выходящих в сад Барберини с его денно и ночно журчащим фонтаном. Чудесно было то, что, оставив детей в Лугану на попечении друзей, ко мне в Рим приехала жена, без которой я себя всегда чувствую как бы действительно лишенным лучшей половины. Чудесно было еще и то, что рядом со мной и со Стравинским поселились супруги Серовы. Наши три семьи буквально не расставались, вместе бродили по городу, вместе посещали церкви, музеи и ту всемирную выставку, на которой настоящим триумфатором был как раз Серов, и на которой мы принимали при открытии русского отдела короля и королеву. Дягилевские балеты были приглашены в Рим комитетом всемирной художественной выставки, комиссаром которой состоял благоволивший к нам симпатичнейший граф Сан-Мартино. Напротив, со стороны ближайших заведующих театром Констанца, который в то время не был государственным театром, мы встретили далеко неблагожелательный прием. С первого же дня начались всякие подвохи, принимавшие моментами характер настоящего саботажа. Так, первый наш спектакль мы принуждены были дать при довольно опасных обстоятельствах. Половина технического персонала не явилась. И мне поэтому пришлось самому во время исполнения павильона Армиды стоять у электрической доски и давать сигналы для различных перемен. Поминутно надо было нажимать то-ту, то-иную кнопку, и Бог знает, что могло бы случиться, если бы я ошибся. В то же время Сережа руководил, сидя в электрической будке под сценой, эффектами освещения, коих тоже немало в моем балете. Зато, когда все благополучно закончилось, мы радовались, как малые ребята. Не могу не рассказать тут же и о другом курьезе, приключившемся во время наших римских гастролей. По условию часть кардебалета обязался представить нам театр. На этих двенадцать дам были возложены менее ответственные роли, но без них все же нельзя было обойтись. И вот, придя часов около девяти утра насмотреть хасоп и готовясь увидать прелестных итальяночек, мы с Фокином узрели на пустой еще сцене компанию понурых жалких существ. Мы их приняли за маменек обещанных танцовщиц. Каков же был наш ужас, когда на вопрос где балерины театральный служащий, указывая на старушек, не без иронии вымолвил, вот они. Мы были принуждены использовать этих дам, но, разумеется, постарались их прятать как можно дальше, или же выпускать их в полумраке, как того требовал, например, выход часов в павильоне Армиды. Должен поспешить с заверением, что с тех пор в Риме подобные явления отошли в область преданий, и сейчас балет при римском театре Реаль один из лучших в Италии. Иногда к нам присоединялись Корсавины, Тамара Платонна и ее брат, известный профессор-философ. И почему-то тут же оказался наш милейший домашний черт Нурок. Незабвенными для нас остались экскурсии всей компании в Тиволи и в Альбану. Места эти я уже по-прежнему времени знал хорошо, но в том духовном упоении, в котором я тогда находился, все мне представлялось каким-то новым и еще более поэтичным. А по вечерам мы опять всей компанией оказывались в театре на гастролях нашего балета. В том же римском театре Констанце начались репетиции Петрушки. Надо было торопиться, чтобы поспеть с постановкой к Парижу, и поэтому Фокин приступил к работе, не дожидаясь даже того, чтобы музыка была совершенно законченной. Репетиции за невозможностью получить от дирекции театра более подходящее помещение происходили в нижнем этаже в баре и на засаленном малиновом сукне, которым был покрыт пол, приходилось нашим артистам упражняться, а то на него и ложиться. Стояла адская жара. Все ужасно от нее страдали. Более же всех непрерывно метавшийся Фокин и Стравинский, часами исполнявший роль репетиционного пианиста. Ибо кто же мог кроме автора разобраться в сложнейшей рукописи, кто кроме него мог на ходу упрощать свою музыку настолько, чтобы она стала понятной танцорам. Фокин и тот моментами затруднялся усвоить некоторые тогда же совсем непривычные ритмы и запомнить темы, ныне всем знакомые, но казавшиеся сначала возмутительным оригинальничанием. Почти ежедневно присутствовал на репетициях и Сережа, с утра отлично одетый, но безмерно усталый, ибо ноша, которую он на себя взвалил и которую он нес тогда без передышки в течение уже трех месяцев, начинала угнетать даже его. А впереди был Париж с его еще большими и очень специфическими страданиями, с требованием еще большей затраты сил. В Париже очень быстро постановка Петрушки наладилась окончательно. прибыли исполненные в Петербурге костюмы, декорации, последние были еще зимой превосходно написаны по моим эскизам Анисфельдом, все оказалось в порядке и окончательное сценическое созревание пошло полным ходом. Тут пришлось подумать о программе и, в частности, о весьма существенном, кого считать автором либретто новорожденного произведения. Мое упоение с Травинским было так велико, что я готов был испиет это перед несомненной гениальностью его музыки стушеваться совсем. Благо, самая инициатива этой затеи принадлежала действительно ему. Я же только помог создать конкретные сценические формы. Мне принадлежало почти целиком сочинение сюжета балета, состав и характер действующих лиц, завязка и развитие действия, большинство разных подробностей, но мне все это казалось пустяками в сравнении с музыкой. Когда С Травинский на одной из последних репетиций подошел ко мне и спросил, кто же автор Петрушки, я, не задумываясь, ответил, конечно, ты. С Травинский, однако, не мог согласиться с такой несправедливостью и энергично запротестовал, утверждая, что автор либретто я. Наш поединок великодушия закончился тем, что авторами были названы мы оба, но и тут я. Все из того же пиетета настоял, что первым, как инициатора, стояло имя Стравинского, а мое наперекор алфавиту следовало за ним. Имя мое, впрочем, упоминается еще раз на партитуре, ибо Стравинский пожелал посвятить Петрушку мне, и это меня безмерно тронуло. К сожалению, без тяжелого недоразумения не обошлось и на сей раз. Петрушка послужил поводом к тому, что еле зажившая после обиды из-за шахаризады рана снова открылась, причинив мне ту нестерпимую боль, от которой невольно вскрикиваешь и приходишь в ярость. Декорация комнаты Петрушки смялась во время перевозки из Петербурга, причем пострадал тот портрет фокусника, который занимает центральное место на одной из стен. Портрет играет значительную роль в драме. Фокусник повесил его сюда не зря, а для того, чтобы ежечасно напоминать Петрушке о своей власти над ним и исполнять его духом покорности. Но Петрушку в его принудительном заключении как раз лик его страшного мучителя более всего возбуждает и перед фиксирующими его глазами он отдается всем порывам своего возмущения. Он ему протягивает кулаки, ему посылает проклятие. Портрет необходимо было починить и с этим надо было спешить. А как раз назло у меня сделался нарыв на локте и я был принужден сидеть дома. Тогда починку портрет любезно взял на себя Бакст и я не сомневался что Левушка справится с задачей наилучшим образом. Каково же было мое изумление когда через два дня на генеральной репетиции я увидал вместо моего портрета фокусника совершенно другой повернутый в профиль с глазами глядящими куда-то в сторону. Если бы я был здоров я бы разумеется постарался устроить это дело полюбовно. Вероятно Бакст просто перестарался и никакого злого умысла не имел. Но явился я в театр в лихорадке рука нестерпимо болела настроение было более чем напряженное и все это вместе взятое привело к тому что изменение портрета показалось мне возмутительным издевательством над моей художественной волей. Сразу вспомнился прошлогодний афронт и вскипевшее во мне бешенство выразилось неистовым криком на весь театр наполненный избранной публикой я не допущу завопил я это черт знает что снять моментально снять после чего я швырнул папку полную моих рисунков на пол и помчался вон на улицу и домой. Состояние бешенства продолжалось затем все вследствие болезни целых два дня напрасно серов сразу вызвался вернуть портрету его первоначальный вид и исполнил это строгательным старанием напрасно неоднократно приходил Валич Конувель и старался объяснить что произошло недоразумение что и Сережа и Багст очень жалеют о случившемся я не унимался не унималась и боль в руке пока доктор не взрезал опхули Сереже я послал отставку от должности художественного директора и объявил что и в Лондон я уже не поеду хотя там на спектакле гала по случаю коронации короля Георга V должна была идти вторая картина моего павильона Армиды бешенство возгорелось даже с новой силой когда Серов и Вель вздумали меня за мою неуступчивость попрекнуть это мое нистовство я вспоминал затем не без некоторого конфуза но особенно мне было тяжело что я как-то косвенно оскорбил при этом милого Серова этот инцидент с Серовым подробно охарактеризован в книге Валентин Серов в воспоминаниях дневниках и переписке современников Ленинград 1971 год том 1 страницы 434 и 457 458 мая воспоминание об этой размолвке было очень тягостным для Бенуа и в дальнейшем им не раз мучительно переживалось стоит меня навести на эту злополучную тему как я становлюсь словоохотливым меня нудит объясниться заноза в сердце напоминает о себе и хочется ее вытащить признавался он в письме к Зильберштейну 28 апреля 5 мая 1959 года страница 458 добрый Антоша написал мне письмо из которого было ясно что какие-то слова мои он принял на свой счет я ничего ему не ответил а через несколько дней нарисовав еще несколько новых костюмов для лондонского спектакля я покинул Париж отложив примирение с друзьями до более спокойного времени зная я тогда что именно Серова своего лучшего друга я больше не увижу в живых я разумеется на коленях умолил бы его простить меня перед тем чтобы уехать я все же побывал на двух спектаклях Петрушки и должен сказать что получил от них большую радость в первоначальном своем виде в состоянии чего-то совершенно свежего и только что созданного наш балет производил действительно удивительные впечатления с тех пор нисходя в течение стольких лет с репертуара первая дягилевская постановка Петрушки обветшала и утратила для меня всю свою прелесть даже мне стало тяжело бывать на Петрушке ибо во всем сказывался непоправимый ущерб времени исчезла настоящая карусель на которой катались дети это была подлинная карусель деревянных лошадок времен Наполеона Третьего которые нам удалось приобрести с какой-то фуары ярмарки лошадки из бруя этой карусели были прямо очаровательны в своей трогательной примитивности к сожалению тюк заключавший эти музейные предметы сорвался во время разгрузки в Буэнос-Айресе с крана и потонул в морской пучине исчезли перекидные качели как мельницы размахивавшие своими пестрыми крестообразными лапами исчезли лавочки с пряниками и сластями исчезла наружная лестница на которой толпились простолюдины дожидаясь очереди чтобы попасть на представление в балаган и как-то совсем затертым оказался столик продавца чая с его дымящимся огромным самоваром напротив в 1911 году все это было все это радовало мой авторский глаз все это с достаточной точностью воспроизводило картину нашей петербургской масленицы еще более меня впоследствии огорчал тот беспорядок который воцарился на сцене первоначально каждая фигура в толпе была мной индивидуально продумана на репетициях я следил за тем чтобы и последний статист точно исполнял порученную ему роль и в ансамбле смесь разнообразнейших и характерных элементов производила полную иллюзию жизни люди хорошего общества являли примеры изысканных манер военные выглядели типичными фронтовиками эпохи Николая первого уличные торговцы казалось всерьез предлагали свои товары мужики и бабы походили на настоящих мужиков и баб при этом я не разрешал никакой импровизации никакого переигрывания в последующие же времена все мои наставления были забыты и на сцене получалась сплошная импровизация и дилетантизм люди без целей смысла шатались из угла в угол не зная в точности что они должны делать и кого они изображают все только старались прикрыть такое забвение задачи напускным азарт особенно же меня раздражали пьяные в первоначальной постановке на фоне более или менее чинного гуляния приличной публики шатались какие-то три безобразника услаждавшие себя звуками гармоники теперь же все стали вести себя как пьяные и отсюда получилось нечто абсолютно фальшивое как не пьянствовали на руси однако все же улица имела свои правила свое представление о благонравии и приличии и тогда только отступление от этих правил могли казаться чем-то забавным и смешным совершен совершенно был смятый выход гуляки купца идея этого номера мне явилась прислушание одной полувеселой полумрачной частушки плевицкой тогда пленявшей всех от монарха до последнего мещанина своей русской красотой и яркостью своего таланта ухарь купец называлась эта песенка плевицкой и ухарем купцом названо то действующее лицо что появляется под великолепно придуманную музыку Стравинского среди масленичного гульбища в сопровождении двух цыганок каким характерным и интересным этот ухарь купец был когда-то каким типичнейшим представителем русского купечества с его наименее приглядной но и очень характерной стороны в эпоху создания петрушки если молодые разбогатевшие купчики уже не одевались в те длиннополые синие сертуки в какой я нарядил своего ухаря согласно моде тридцатых годов но все же вести себя они продолжали традиционно то есть согласно формуле чего моя левая нога хочет кстати сказать тщательно разработанные мной на основании старинных документов одежды и формы тридцатых восьмидесятых годов в последние годы дягилевских спектаклей были самым бессмысленным образом перемешаны глядя на это мне просто хотелось вопить от досады сережа каждый год давал мне обещание обновить постановку петрушки но так и не успел этого сделать уже после его смерти петрушка был возобновлен Нижинской для парижской антрепризы князя Царители и де Базиль и для этой версии я создал декорацию вернувшись к одной из моих первоначальных идей вместо ярко-синей коробки я представил на авансцене как бы стену балагана сколоченную из свеженапиленных досок к наиболее тщательно исполненным и наиболее во всех подробностях проработанным постановкам петрушки принадлежит та которую я сделал при участии балетмейстера Леонтьева для Мариинского театра в Петербурге 1920 год и та которая была создана в Милане в моих декорациях и костюмах Борисом Романовым в 1929 году раз же все на сцене безобразничают то появление еще одного лишнего озорняка не может произвести никакого впечатления особенно меня восхитил на первых спектаклях Петрушки Нежинский на репетициях роль ему не давалась он точно не совсем понимал то что от него требовали против своего обыкновения артист даже просил меня ему роль растолковать однако и на сей раз получилось нечто к чему он нас уже приучил в павильоне в сельфидах в шахерезаде и в жизеле но только та внутренняя метаморфоза которая произошла с ним когда он надел костюм и покрыл лицо гримом на сей раз была еще более поразительна я не мог надевиться тому мужеству с которым Вацлав решился выступить после всех своих теноровых успехов в роли этого ужасающего гротеска полукуклы получеловека суть роли Петрушки в том чтобы выразить жалкую забитость и бессильные порывы в отстаивании личного счастья и достоинства и все это не переставая походить на куклу роль вся задумана как в музыке так и в либретто в каком-то неврастеническом тоне вся она пропитана покорной горечью лишь судорожно прерываемой обманчивой радостью и иступленным отчаянием ни одного па ни одной фиаритуры не дано артисту чтобы понравиться публике а ведь Нежинский был тогда совсем молод и соблазн понравиться должен был прельщать его более чем других умудренных годами артистов впрочем и Корсавина взявшаяся в Петрушке исполнить роль куклы-балерины доказала еще раз что артистичность задачи способна всегда вознаградить ее за отсутствие благородной в смысле чисто балетных эффектов роли надо прибавить что несмотря на умышленную глупость балерины и ничуть не изменяя этому характеру Корсавина и на сей раз сумела остаться прелестной и пленительной ей к тому же очень шел тот потешный костюм который я почти дословно скопировал с одной статуэтки гарднеровского фарфора менее мне нравился мой араб и вот почему я в постановке Петрушки на других сценах несколько раз менял его облик наряжая его то в красный то в голубой то в синий цвет Бенуа неоднократно возвращался к работе над Петрушкой на протяжении всей своей жизни в 1916 году Петрушка был поставлен в его декорациях в Мадриде в 1920 году в Москве и Петрограде в 1929 году в Милане в 1930 году в Париже и Копенгагене в 1936 году в Монте-Карло все новые постановки предпринимались и после выхода в свет воспоминаний о балете в Милане 1947 и 1953 Париже 1949 Вене 1956 Лондоне 1957 Копенгагене позже в 1957 году все же пожалуй удачнее других была первая версия то есть тот зеленый с серебром и золотом кафтан и те парчевые шаровары в которых он появился в 1911 году Один из эскизов костюма Арапа отвечающий первой версии находится в Государственном Русском музее местонахождение другого еще более выразительного по краскам в настоящее время неизвестно воспроизведен в книге Светлов современный балет Санкт-Петербург 1911 год страница 130 Превосходный наш Орлов один из наших лучших хореографических танцоров мастерски справился тогда с ролью трудность которой заключается также в том чтобы дать впечатление механической бессмысленности с примесью в данном случае чего-то звероподобного Орлов Александр Александрович 1889 1974 русский танцор с 1908 года танцевал характерные роли в Мариинском театре в 1909-1911 годах участник русских сезонов исполнитель ролей шута в павильоне Армиды Панталоны в Карнавале Арапа в Петрушке Последний сезон до войны Зимний сезон 1913-14 годов у меня весь прошел в Москве где я был главным образом поглощен своей постановкой хозяйки гостиницы Гальдоне Если я скажу что для этой пятиактовой но все же не бог знает какой длинной комедии пришлось произвести того требовала обязательная тщательность постановок в Московском художественном театре 125 репетиций Если я прибавлю что я был не только автором декораций но и постановщиком режиссером то станет ясно до какой степени я весь ушел в эту работу увенчавшуюся полным успехом Мы остановились на полной не сокращенной версии этой комедии а в ней пять действий И все же моя первая любовь продолжала владеть мною и поэтому когда Дягилев попросил меня создать постановку оперы Стравинского Соловей то после некоторого колебания я принял это предложение Мало того Сережа сумел меня втянуть еще и в постановку Золотого Петушка о котором я мечтал давно с того самого времени когда под марш из этого шедевра Римского Корского в 1909 году выступали артисты занятые в дивертисменте пир об этом балете я упоминал уже вскользь в своем месте он причинил мне немало забот и не потому разумеется что я сделал рисунки для некоторых костюмов а потому что самая затея этого дивертисмента принадлежала мне хвастаться этим не приходится получилось нечто довольно банальное но нам в 1909 году во что бы то ни стало нужно было тогда еще одно балетное действие на три четверти часа времени того требовало репертуарное распределение и вот пришлось прибегнуть к такому салату при этом мои расчеты были основаны на эффекте который мне казалось неминуемо должен был произвести любимый мной финал из второй симфонии Чайковского я не перестаю и сейчас считать что музыка этого финала содержит в себе все данные для создания чего-то бесновато упоительного даже в богатой на произведение подобного характера русской музыкальной литературы найдется немного вещей которые обладали бы такой силой плясового задора каким обладает это гениальная разработка темы украинского журавля в этом поистине есть что-то дьяволическое угарное какой-то пьяный непреодолимо притягивающий разгул заставляющий всех откалывать коленца и участвовать в каких-то безумных хороводах увы на самом деле получилось нечто скорее тусклое и во всяком случае далекое от первоначального замысла на осуществление которого однако Фокин приложил все усилия я думаю что грех заключался скорее именно в разношерстности той массы в 60 человек которая принимала участие в этом ансамбле то были те самые танцоры которые только что выступали в отдельных номерах дивертисмента в трепаке в мазурке в гопаке в лесгинке и так далее и это преобладание этнографического слишком реального элемента и лишило наш финал фантастики присущей музыки теперь же не только эта мечта могла получить свою реализацию но одновременно мне сильно захотелось осуществить и другую свою заветную идею поручить зрелище оперного исполнения балетным артистам и это при сохранении всего вокального элемента о таком довольно таки рискованном раздвоении оперного исполнения я думал давно но руководило мной при этом невздорное желание выкинуть что-то особенное напротив я за свою долгую художественную карьеру остался чист в этом отношении и никогда не подпадал соблазну эпатировать буржуа толкало меня на этот опыт то что слишком часто оперный спектакль представляет собой совершенно неприемлемое зрелище и это потому что в нем доминируют требования голосовой звучности бывают разумеется исключения прекрасен был всегда шаляпин когда нужно демонически красив а то и жутко страшен прекрасен был Ершов в Тангейзере в Зигфриде в Зигмунде очень хорош бывал Фигнер и я мог бы удлинить этот список еще на десяток имен как русских так и французских итальянских и немецких артистов но исключения только подтверждают правила да и этим артистам зачастую приходилось петь и играть с товарищами один вид которых разрушал всякую романтику всякую иллюзию достаточно вспомнить хотя бы о такой дивной певице как Фелия Литвин какая же она была по правде говоря Изольда или Брунгильда Литвин Фелия Васильевна псевдоним Франсуаза Жанна Щютц по мужу Литвиновой 1861-1936 русская певица драматическая сопрано прославившаяся как одна из лучших исполнительниц главных партий в операх Вагнера Эльзы в Лоенгрине Брунгильде в Валькирии Зигфреде и Гибели Богов Кундри в Парсифале и других В сознании того что в этом кроется грех непоправимый присущий самой природе оперы у меня и явилась преступная мысль заменить оперных артистов такую группу исполнителей в которых физические недостатки как бы исключались сами собой В балете не может быть явных монстров и в любой балетной компании легко добиться того чтобы происходящий на сцене роман служащий всегда драматической основой казался убедительным и привлекательным В балете как правило мы имеем дело с людьми обладающими если не всегда идеальной то все же приятной и располагающей к себе наружности другой дефект оперы заключается в том что в ней зачастую участвуют артисты не имеющие понятия об игре ступающие как медведи жестикулирующие без всякого смысла о сколько я таких ужасов нагляделся еще в детстве когда посещал итальянскую оперу где дело доходило иногда до того что даже привыкшие к этим безобразиям меломаны прыскали от смеха при виде того что вытворял чего не мог не вытворять какой-нибудь тенор или какой-либо сопрано с самым знаменитым именем напротив в самое воспитание балетных артистов входит в качестве обязательного предмета и обучения выразительной видимости на сцене самая культура танца учит управлять своими движениями развязывает их дает им гибкость и грацию при этом когда нужно было то талантливый балетный артист с успехом воплощал и любой гротескный или уродливый образ достаточно вспомнить о Чекетте в роли феи Карабос Бекефи в роли Квазимода Герта в синей бороде И вот когда я ознакомился в 1909 году с предсмертным произведением римского Корского я решил что это та самая опера которая могла бы позволить произвести намеченный опыт с наименьшим риском В этой опере есть нечто от кукольного театра ее символика точно заимствованная из простонародных лубков имеет простую категоричность и не требует более тонкого психологического толкования опера это очень показная опера при этом она вся состоит из действия с другой стороны как раз главное после царя Додона действующее лицо шамаханская царица должна являть собой сказочную красоту а к тому же она должна уметь и ходить как фея и даже танцевать в силу всего этого я не переставал настаивать на своем проекте но естественно что в годы когда у нас в труппе не было оперных элементов поставить золотой петушок было немыслимо с момента же когда Дягилев снова вернулся к опере возможность это настало однако даже бесстрашного Сережу пугал опыт столь опасный ведь в сущности надлежало как бы представить золотого петушка сразу в двух планах разучить его одновременно и порознь как балетным так и оперным артистам и сразу вставал вопрос согласятся ли оперные артисты подчас знаменитые любимцы публики ограничиться ролью чуть ли никаких то оркестровых инструментов которые должны были только подпевать тому что творилось бы на сцене и что было настоящим представлением но я знал что наш Петр Великий если захочет то преодолеет и не такие трудности стоило его только основательно раздразнить и раздразнить указанием на эти трудности это мне удалось и на сей раз после чего Сережа с особым рвением принялся за осуществление задач сначала проектировалось что наши поющие артисты солисты и хор будут помещены в оркестр но потом возымела вверх другая моя мысль поместить их прямо на сцене но так чтоб из самого их помещения извлечь некий декоративный эффект надлежало одеть их всех в одинаковый костюм и расположить их этажами по обе стороны того что было бы оставлено под место действия к сожалению сам я не имел времени в силу уже одной переобремененности в художественном театре сверх того я уже взял на себя соловья заняться сценическим оформлением золотого петушка но как раз тогда я переживал увлечение искусством гончаровой обратившейся после всяких довольно таки нелепых опытов ультрамодернистского характера заводушевлением к народным лубкам и к древней иконописи и на ней я и решил остановить свой выбор только бы гончарова согласилась только бы приняла она мой план а тогда что за чудесный спектакль могли бы мы показать Парижу Бенуа восторженно отозвался о персональной выставке гончаровой состоявшейся осенью 1913 года в статье опубликованной в газете речь 1913 год 21 октября он назвал ее огромным талантом и настоящим художником говоря далее об опытах ультрамодернистского характера Бенуа очевидно имеет ввиду футуристические или лучистые картины гончаровой 1912 13 годов однако он допускает ошибку считая что они предшествовали ее обращению к народным лубкам и древней иконописи тогда как на самом деле гончарова обратилась к искусству примитивов иконам лубкам уже в конце 1900 годов и велика была моя радость когда я получил разрешение директора обратиться к гончаровой а гончарова сразу ответила согласием причем и самый мой план она приняла к сердцу поверила в него поняв какую пользу для своих сценических эффектов она из него может извлечь хореография золотого петушка была поручена Фокину снова в 1914 году соединившемуся с Дягилевым ведь главное препятствие к его возвращению балетмейстерство Нежинского отпало с моим планом постановки Фокин после некоторых возражений и сомнений также согласился в своих позднейших воспоминаниях Фокин приписывает этот план себе оставляя за Бенуа лишь идею не прятать певцов в оркестровую яму а сохранить их на сцене Фокин против течения воспоминания балетмейстера статьи письма Ленинград Москва 1962 год страницы 315 316 однако удивительнее всего что Дягилев получил согласие и оперных артистов на ту жертву которая от них требовалась дело было окончательно налажено в Москве и в Петербурге и с тех пор я почти больше его не касался Сереже же я поставил одно условие чтоб в афише стояло мое имя в качестве автора плана постановки этому заявлению авторства я придавал немалое значение мне казалось что пример нашего петушка может открыть целую эру в опере Сережа клятвенно мне это обещал но своего обещания по обыкновению не сдержал и чтобы меня как-то утешить он подослал мне интервьюера из второстепенной парижской газеты который с моих же слов напечатал то о чем должно было быть оповещено официально впрочем я до того привык к подобным поступкам моего друга что я даже перестал гневаться на него а настоящим утешением как в данном так и во всех подобных случаях было то что мои советы и указания способствовали вящему успеху дорогого мне несмотря на все дело моей личной работой в сезоне 1914 года была постановка Соловья строго говоря рассказ о ней не должен был бы входить в настоящие воспоминания посвященные исключительно балету однако ввиду того что и этот спектакль по своему стилю приобрел несколько балетный характер я позволю себе остановиться на нем как я уже говорил опера Соловей была затеяна Стравинским и его приятелем Митусовым еще в 1910 году и тогда же он мне проигрывал законченную музыку первого акта в списке произведений Стравинского сочинение первого акта оперы либретто Митусова по одноименной сказке Андерсона относится к 1908 9 годам Стравинский диалоги воспоминания размышления комментарии Ленинград 1971 год страница 379 занятый затем другими задачами он оставил эту оперу и вернулся к ней лишь после того как уже совершил весь удивительный путь от жар птицы к петрушке и от петрушки к весне священной петрушки Вполне естественно получилось бросающееся несоответствие в стиле именно первого акта Соловья и двух других Дягилев пытался убедить Игоря в необходимости переработать и первый акт дабы опера получила один общий характер но композитор настоял на своем и какое-то нестроение стиля в Соловье осталось заметно оно впрочем только тогда когда слушаешь музыку Соловья вне сцены скажем на рояле напротив в спектакле эта разнохарактерность сглаживается лирический характер первого акта в котором посланные от Багдыхана придворные приходят на берег моря с тем чтобы пригласить Соловушку во дворец в котором мысли в духе китайской мудрости распевает сидящий в лодке рыбак лирический этот характер служит интересным контрастом к дальнейшему к придворной помпе приема японского посольства являющегося с искусственным Соловьем второй акт и к борьбе у адра болеющего императора между смертью и Соловьем к борьбе окончающейся победой второго мне очень нравилась простая и разительная совершенно в духе сказки Андерсона выдержанная заключительная сцена оперы когда явившиеся с погребальной церемонии мандарины застают Багдыхана здоровехоньким и приветствующим их звучным здраа ствуйте вообще мне очень нравилось то как Стравинский и Митусов уложили сказку в оперный либретт мне это давало возможность излить весь мой восторг от дальневосточного искусства как в передач приморского пейзажа так и в изображении тронного зала в фарфоровом дворце и золотой залитой солнцем царской опочивальне сначала я был решил держаться стиля тех увлечений китайщиной которые были в ходу в 18 веке но по мере работы меня стало немного раздражать их слишком явная нелепость и в мою постановку стали проникать отражение моего увлечения подлинно китайским в смысле костюмов неоцененным материалом мне послужили раскрашенные китайские лубки коих у меня было великое множество ими меня когда-то одарил ездивший во время войны в Маньчжурию Боткин в конце концов у меня получилось нечто далекое от педантичной точности весьма смешанное но и нечто вполне соответствовавшее музыке Стравинского в которой великолепный китайский марш занимающий половину второго акта а также обе серии Соловья и Смерти как бы выдают известный стиль подлинности тогда как все остальное выдержано скорее на европейский лад работа работа над соловьем доставила мне огромное наслаждение только этим наслаждением я и объясняю себе теперь то как мог я с ней в ту зиму справиться как мог я совместить ее с напряженной работой над хозяйкой гостиницы для художественного театра и с научными трудами связанными с созданием моей истории и живописи костюмы я рисовал в своем довольно светлом номере московской национальной гостиницы декорации я скомпоновал во время своих побывок в Петербурге и сделал я все эти эскизы в необычайную для себя величину самую живопись для сцены я поручил симпатичнейшему и весьма искусному художнику Шарбе который их и привез с бесчисленной бутафорией в Париж частью пользуясь дипломатической вализой к этому моменту и я сам вырвался из Москвы и приехал в Париж где шли наши репетиции вспоминаю мое первое появление чуть ли не прямо с поезда на сцене опера в разгаре репетиции легенды Иосифа так первоначально назвали балет его авторы либретисты Гугуфон Гоффмансталь 1874-1929 и Гарри Кеслер 1868-1937 и композитор Рихард Штраус 1864-1949 позднее балет назывался Легенда об Иосифе Так и вижу ярко освещенное лицо Рихарда Штрауса у дирижерского пульта выделяющиеся на темном фоне пустого зрительного зала Вижу группу избранных друзей русских балетов сидящие на скамейках расставленных прямо на сцене и среди них муза русских балетов милую миссию Эдварс которая выразила при моем появлении самую искреннюю и даже буйную радость Рядом сидел по обыкновению в бороду ухмыляющийся будущий ее супруг Серт автор великолепной декорации Иосифа Но Бакста в театре не было хотя ему и принадлежали костюмы для того же Иосифа Он переживал тогда какую-то очередную ссору с Дягилевым и надувшись забаррикадировался у себя дома С момента моего приезда началась горячка приготовлений к моим спектаклям Мне приходилось присутствовать то на балетной репетиции Золотого Петушка то на репетициях оперных и балетных Соловья Особенно меня радовало то, что получалось из китайского марша у начинающего тогда свою балетмейстерскую деятельность Романова Всего семь лет до того совершенным мальчишкой отплясывавшего и как лихо одного из шутов в павильоне Армиды По моему плану надлежало в строгом соответствии с музыкальными кусками выступать из кулис звеньями длиннейшей процессии Она начиналась с танцовщиков его китайского величества и кончалась появлением под гигантским черным слиловым зонтом самого государя в окружении мандаринов первого ранга облаченных в черный халат По мере выступления придворной балетной труппы каждая группа сделав два тура по сцене располагалась затем на полу внутри огороженного зажженными фонариками специального пространства образуя собой пестрый и роскошный живой цветник подчеркивающий своими движениями разные моменты развертывающегося затем действия Романов с редкой чуткостью понял мои намерения и уже до того как артисты надели костюмы эта длинная сцена выходила удивительно волнующей на спектакле же когда все это повторилось во всей яркости причудливых одежд под огромными голубыми фонарями люстрами на фоне белых синим фарфоровых колонн когда из-под зонта выступило все сверкавшее золотом и драгоценностями богдыханское величество собравшиеся же подданные поверглись перед ним ниц то эффект получился такой силы какой я и сам не ожидал и пожалуй в первый раз тогда за всю мою театральную карьеру я почувствовал какое-то умиление перед собственным произведением меня даже стали душить слезы а миссия Эдвардс признавалась мне потом что она и впрямь прослезилась ее особенно почему-то тронул одинокий танцовщик в черном шелку производивший свои стилизованные эволюции на самой авансцене ровно посреди зала вообще я считаю соловья одной из наиболее мне удавшихся постановок и вот почему мне особенно горько что именно эта постановка данная всего два раза в Париже а в Лондоне четыре была затем погребена в кладовых Дрюри Лейн где половина декораций и костюмов за годы войны успела сгнить Дягилеву удалось навязать расходы по роскошной постановке соловья лондонскому театру Дрюри Лейн но при этом мой удивительный друг сумел все это устроить так чтобы премьера и равнозначащие с премьерой генеральная репетиция были даны сначала в Парижской опере таким образом он лишал Лондон преимущества новинки на премьере же соловья в Лондоне произошла и моя очередная ссора с Дягилевым многое в Париже по недостатку времени не было доведено до конца особенно это касалось сложной конструкции специальных мостков эстрады на которых стоял трон Багдыхана и были среди целой коллекции вас назначены места для придворных высшего ранга Сережа мне клялся что в Лондоне требуемая доводка до конца произойдет и этим меня успокоил в надежде на это исправление я в Париже на многое что меня шокировало смотрел сквозь пальцы но и на сей раз Сергей не сдержал своих обещаний и когда на сцене Дрюри Лейн я снова увидел все те же дефекты я так разгорячился так стал бронить в сущности не столь уж виноватого Сергея что это было слышно несмотря на опущенный занавес даже в зрительном зале получилась жестокая ссора однако уже на следующий день явился в качестве вестника мира Валечка Нувель состоялся завтрак в Савои и мы расстались после многих объятий и лапзаний на русский лад друзьями с этого то завтрака и до следующей встречи моей с Дягилевым прошли затем девять лет это 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 когда в последствии директор парижской оперы господин Руче пожелал приобрести мою постановку соловья для своего театра и дело именно из-за этого расстроилось Тем временем Дягилев, не имея возможности возить с собой оперную труппу, заказал Стравинскому переделку оперы «Соловей» в однактный балет. Вследствие моего отсутствия, я еще был в это время в Советской России, он заказал эту постановку Матиссу. Костюмы у последнего получились очаровательные по краскам. Но куда девалось во второй версии «Соловья» все первоначальное великолепие, все, что составляло в 1914 году, поистине величественное зрелище. Еще несколько слов о моих впечатлениях от сезона 1914 года, этого последнего сезона «Дягилевских балетов до войны». Моя система в постановке «Золотого петушка» была весьма сенсационной, но, в общем, она вызвала меньше споров и толков, нежели можно было ожидать. После постановки оперно-балетной версии «Золотого петушка» в петербургском журнале «Аполлон» была опубликована статья сына композитора Римского-Корского, содержавшая протест против превращения оперного действия в танцевальное. «Аполлон, 1914 год, номер 6-7, страница 46-54». Пожалуй, многие в публике до такой степени были очарованы зрелищем, что даже и не заметили этих поющих безликих масс, среди которых, однако, были бесподобные и знаменитые голоса. Зрелище же получилось действительно изумительное. Прекрасно выполнил свою задачу Фокин. Прекрасно была Корсавина в роли шамаханской царицы. Грандиозен в бурлескном смысле был Булгаков, игравший царя Дадона. А Чикетти удалось вложить подлинную жуть в исполнение роли звездочета. Гончарова совершенно покорила Париж своими ярко-цветистыми декорациями и костюмами. На премьере я сидел в ложе «Миссия Эдвардс», служившей сборищем перворазрядных друзей русских. И я помню, как при каждом новом эффекте вся ложа в один голос ахала. Когда же появился в шествии последнего действия серебряный на колесиках конь Дадона, то суперарбитр парижских Элегантиарум, тогда еще сравнительно молодой и до черта изысканно одетый Бунифацией Костеллан, застонал от восхищения и на весь театр воскликнул своим тоненьким версальским голоском. «Это уж слишком красиво!» Бунифацией Буни Костеллан, 1867-1932, французский политический деятель и журналист. Говоря о Буни Костеллане как о суперарбитре Элегантиарум, Бенуа намекает на прозвище «Арбитр Элегантиарум», данное тацитом римскому писателю Петронию, автору Сатирикона, бывшему в свое время законодателем в сфере художественных вкусов. Мне, однако, не все у Гончаровой нравилось в одинаковой степени. И менее всего мне нравилось то, что ее часть слишком вылезала вперед и даже как бы мешала действию. Не нравилось еще мне и то, что она, несмотря на мои убеждения, осталась при традиции, требовавшей изображать русскую сказку не иначе как в стиле дико пестрой азиатчины, тогда как я предпочел бы полуевропейский стиль русских лубочных картинок XVIII века. Не они ли мерещились самому Николаю Андреевичу, особенно когда он сочинял свой гениальный похоронный марш солдат, солдат, а не воинов Додоновской армии? В общем, Петушок, в интерпретации Гончаровой, оказался несколько лишенным поэзии, настроения, до которых, разумеется, Бонни Костеллану и всяким другим представителям парижской передовитости не было дела. Особенно же я огорчился за последний и как раз мой любимый акт в этой любимой опере. Процессия вышла у Гончаровой очень потешной и довольно эффектной, но куда девалось то настроение жути, которое с момента, когда солнце скрывается за черной тучей, не перестает сгущаться все больше. А о туче художница и вовсе забыла. Несмотря на эти оговорки, надо признать, что постановка Петушка принадлежит все же к большим удачам Дягилевского дела. Зато едва ли к настоящим удачам можно причислить Жозефа, как все мы называли, штраусовскую легенду об Иосифе. Правда, я вообще не любитель штрауса, и в данном произведении автор Кавалера Росс и Тиля Уиншпигеля менее, нежели в чем-либо сумел скрыть свою внутреннюю пустоту под громом и сверканием оркестровки. На одной из последних оркестровых репетиций композитора со стороны оркестра была произведена некая назидательная демонстрация, явившаяся ответом на довольно-таки бестактные слова, которые были произнесены штраусом по поводу некоторых порядков в парижской опере и отсутствия какого-то из оркестрантов. Взбешенный повторным характером такого манкирования, композитор позволил себе произнести громко и так, что это было слышно на весь театр, фразу, выражавшую его презрение к упадочному французскому народу. Новому тогда директору оперы, мсье Рошу, удалось затем кое-как загладить инцидент и убедить штрауса принести своего рода повинную, после чего инцидент был исчерпан. Этот инцидент был, впрочем, единственным за ту весну, которой можно было бы счесть за выражение известной натянутости между французами и немцами. Напротив, с немцами тогда парижане, что называется, носились. И как раз тот же штраус вместе с Гоффман Сталин и симпатичным любителем искусства графом Кесслером, были чествуемы на все лады. Мало того, в тот же сезон 1914 года в театре Елисейских полей гостила немецкая опера, и когда-то вообще, не допускавшийся в Париже к исполнению, Вагнер шел по-немецки. Бенуа вспоминает о временах провала вагнеровского Тангейзера в Парижской опере в 1861 году. В позднейшие годы оперы Вагнера исполнялись в Париже неоднократно. Грандиозна была веронезовская декорация серта с ее черными витыми, как в храме Соломона, колоннами. Эффектны были веронезовские костюмы Багста, но ни декорации, ни костюмы никак не способствовали тому, чтобы можно было поверить разыгрывающейся драме. Спектакль был задуман в веронезовском стиле самими его авторами, либретистами и композитором. Художники Серт, 1876-1945 и Багст были лишь исполнителями их замысла. Декорации напоминают «Брак в Кане Галилейской» картины Веронезе, записывал в своем дневнике, присутствовавшей на спектакле Румен Рулан. Костюмы под Веронезе или Карпаччо, прошедшие через воображение московских артистов, наполовину восточные, утрируются до огненного сверкания. Из архива Румен Рулана Рихард Штраус и Румен Рулан переписка, выдержки из дневника Москва, 1960 год, книга 3, страницы 155-156. Очень красив был заменивший Нижинского премьер-труппы открытый Дягилевым в Москве Мясин. Но танцевал он неважно и далеко не так мастерски, как его предшественник, и как он сам стал танцевать впоследствии. Партнершей ему служила оперная певица Кузнецова, бывшая супруга одного из моих племянников, которая, однако, в этой немой роли обнаружила полную беспомощность, и, несмотря на архи роскошное платье со шлейфом, являла малоубедительный образ, соблазнительный мадам Патифар. Наконец, и Фокину мешала развернуться плохо продуманная планировка сцены. Лично я никогда еще не имел такого успеха как в Париже, так и в Лондоне, как в эту весну 1914 года. На меня со всех сторон сыпались заказы. В частности, директор оперы, подстрекаемый успехами наших балетов, также решил нарушить рутину порученного ему учреждения и создать нечто весьма сенсационное. Поэму этого чрезвычайного произведения, в котором должны были сочетаться и опера, и балет, взялся сочинить Габриэль Данунсо, музыку Райнальдо Ганн, а мне была бы поручена постановка, декорации, костюмы и общий план. Это чудо должно было созреть к весне 1915 года, и мне запомнился тот интимный обед у знаменитого, с тех пор исчезнувшего, Руазин, который был дан будущим сотрудникам, господином Руше, и за которым мы условились в самом недалеком будущем приняться за наше коллективное творение. Увы, события бесконечно большего значения, нежели какие-то мечты художников и поэтов, не позволили идее осуществиться. В чем было существо затеи, идея и план спектакля остается неизвестным. Расстался я с моими сообедавшими всего на два месяца, и в тот момент никто из нас четверых не предполагал, что эта разлука для некоторых окажется разлукой навеки, и что о нашей, тогда на столь пленившей затее, сохранится лишь самое смутное воспоминание. Заключение. Прощаюсь с настоящей моей темой. Мне все же хочется оглянуться еще раз на то, что я здесь рассказал. В частности, я попробую уточнить, чем в сущности балет был для меня, и чем он в моем представлении должен быть. Как раз тот мой друг, а в некотором смысле и ученик мой, который помог творчески выявиться моим идеалом в балете, повел во второй половине своей жизни, окончательно освободившись от моего влияния, балет в совершенно ином направлении, нежели принятом в начале. И это направление я не могу не считать ложным. Все на свете подвержено закону изменения, эволюции. Все течет, как это уже две тысячи лет тому назад определил один греческий мудрец. Нет и не может быть остановок. Но разве из этого следует, что любое течение и во всякое время следует считать благополучным? Разве иное течение не встречает на своем пути и пороги, и катаракты, и омуты? Разве нельзя в известный момент почувствовать, что течение приняло опасный поворот? И разве тогда не следует это направление выправить? Неужели надо все благословлять и совсем мириться? Мне и кажется, что балет ультрапередового характера завело куда-то в безвыходный тупик. И, ощущая это, мне кажется полезным осознать опасность и попытаться из нее выбраться? Позади время, когда балет был чем-то осмысленным, поэтичным, тесно связанным с другими художествами и больше всего с музыкой. В сущности, можно видеть в балете как бы пластически кристаллизованную музыку. Теперь же он имеет тенденцию совершенно эмансипироваться, даже от музыки и стать чем-то абсолютно самодавлеющим. Намек на позицию балетмейстера Лифаря, 1905 год, высказанную в книге «Танец», 1938 год. Лифарь выступал там против подчинения танца музыке, доказывая самостоятельность танца и ссылаясь на постановку одного из своих балетов, и кар, идущего в сопровождении ударных инструментов. Это направление, однако, не возобладало в западноевропейском и американском классическом балете. Балет — одно из самых последовательных и цельных выражений идеи «Гезамт кунстверка». И именно за эту идею наше поколение готово было положить душу свою. Недаром за рождение нового балета, того, что и вылилось потом в так называемые русские балеты, получилось отнюдь не в среде профессионалов танца, а в кружке художников, в котором при внешнем преобладании элемента живописного объединяющим началом служила идея искусства в целом. Все возникло из того, что нескольким живописцам и музыкантам захотелось увидеть более цельное воплощение бродивших в них театральных мечтаний. Но я настаиваю на том, что в мечтаниях этих не было ничего специального и профессионального, напротив, было горение к искусству вообще. Случилось затем так, что в лице Фокина и Стравинского мы нашли тех людей, которые, развившись в стороне от нас и принадлежа к другому поколению, жили мечтаниями, схожими с нашими. Получилось своего рода чудо, какой-то нужной для тех и для других встреч. Случилось еще и то, что единственный представитель в нашем кружке делового начала, Дягилев, оказался постепенно зараженным общими для нас идеалами. Он и способствовал тому, что наши идеалы получили свое осуществление. Но, повторяю, идеалы наши вовсе не были сведены к одному балету, а касались всего мира искусства. Миром искусства и был назван наш журнал, наш орган, то, что являлось нашим первым общим делом, то, чем еще до нашего приобщения к театру и, в частности, к балету мы пытались воздействовать на общество. Но в дальнейшем, действительно, на балете часть нашей группы как-то лучше всего спелось, и мы смогли в создании балетных спектаклей дружнее и плодотворнее работать. К сожалению, состояние такого единения продолжалось всего только несколько лет, а затем явились обстоятельства грозного и грандиозного, но внешнего характера, война и революция, разъединившие нас, и мы надолго потеряли друг друга из виду. Когда же внешние обстоятельства позволили кое-кому из прежнего кружка снова сойтись, то оказалось, что во взглядах и во вкусах даже весьма близких людей произошли значительные изменения, идеалы перестали быть общими. С этого момента я лично и почувствовал, что то дело, которое было когда-то нашим общим, коренным образом изменило свое направление. И тогда же мне померещилось в будущем нечто довольно-таки кошмарное, что являлось вполне логичным следствием этого изменения. Ныне, в наиболее передовых проявлениях балетного творчества, я нахожу тот же психоз экспериментализма во что бы то ни стало, который благодаря действиям профессиональных дерзателей, вроде Мейрхольда, уже привел драму к весьма печальному кризису. Впрочем, как раз в области драмы за последнее время уже намечаются известные отрезвления. Ересь как будто начинает себя изживать, и этому я от души радуюсь. Однако, насколько я был бы еще более счастлив, если бы я увидал, что и в области, особенно близкой моему сердцу, в балете происходит такое же прояснение, что балет выбирается из того тупика, в который его загнали под рукоплескание толпы. Все течет, все меняется, все должно меняться, все не может не меняться. Однако, через все изменения в человеческом художественном творчестве проходит одна живительная струя, та самая, что придает ему характер подлинности, это искренность. Истинная радость получается от сознания, что творение, будь то пластические образы, в том числе и спектакль, будь то музыкальные звуки, будь то мысли и слова, соответствует какой-то внутренней подсказке или тому, что принято называть вдохновением. Но только пока это соответствие существует, рождается подлинное искусство и рождается красота. Когда же оно заменяется суетным желанием поразить и удивить новизной, или, что еще хуже, желанием быть по моде, то искусство и красота исчезают, и на место их является унылая подделка, а то и попросту уродство. Я еще застал эпоху, когда в балете все обстояло, как в богоспасаемой глуши, самым благополучным образом. И в то же время то была эпоха полной неосознанности. В сущности, тогда, когда я начал увлекаться театром со всем энтузиазмом своих 14 или 15 лет, русское балетное искусство пребывало в состоянии известной мумификации. Но как раз эта мумификация русского балета уберегла его от того упадка, который постиг все другие и даже самые знаменитые балетные европейские школы в последнюю четверть 19 века. Балет продолжал жить в России своей жизнью, где-то в стороне от прочей сутолоки, и скорее как-то по инерции, причем, однако, особым счастьем надо почитать то, что о нем с редким рвением пеклись два таких знатока своего дела и два таких превосходных художника, какими были Иогансон и Петипа. Иогансон 1817-1903 танцовщик, а затем ведущий педагог Петербургского балетного училища, знаток классического танца, сыгравший такую же роль в качестве преподавателя, какая досталась Петипа как постановщику. Танцовщик и балетмейстер Легат, ученик Петипа и Иогансона, писал позднее, что эти мастера поделили между собой руководство русским балетом в течение всей второй половины 19 века и сформировали ту русскую школу, которую мы знали вплоть до мировой войны. Один был богом танцевального класса, второй — сцены, и их слово в каждой из этих областей было непререкаемым. Благодаря им при всей традиционности школы и приемов композиции в русском балете сохранилась какая-то прямо-таки чудесная свежесть. И в таком состоянии русский балет дожил до директорства Всеволожского, при котором и таланты названных двух ревнителей и самая традиционность пригодились удивительным образом, дабы учредить эру невиданного и единственного расцвета. И я должен почитать за особенное счастье именно то, что в самые те годы, когда душа начинает с особой жаждой искать живительных впечатлений в искусстве, я сподобился получить их от нашего петербургского балета, как раз именно тогда, вступившего в эту свою счастливую эпоху. И разве нельзя видеть особую милость Аполлона в том соединении элементов, которое произвело помянутый расцвет? Чудесно соединились тогда подлинная вельможность Всеволожского, зажигающая пламенность гениальной Вирджинии Цукки, творческое вдохновение Петипа, превосходное состояние театрального училища и, наконец, готовность такого музыканта, как Чайковский, создавать музыку для балетов. Я же все тогда возникавшее вкушал с жадностью своих юных лет и в самый момент, когда оно возникало. При этом вкушение я испытывал наслаждение, не утратившее своей возбуждающей силы даже поныне, по прошествии стольких-стольких лет. Вслед за этой счастливой порой, длившейся приблизительно с 1884 по 1895 год, наступил период известной усталости и тусклости. Отведав тех радостей, было теперь тяжело видеть, как русское художество в целом, а в составе его и балет стало клониться к омертвению. Явление это обострилось, когда во главе театрального дела в России после двухлетнего робкого директорства князя Волконского встал Теликовский. Человек, если и обладавший большим практическим смыслом и даже чем-то похожим на вкус, то все же внутренне грубый и абсолютно чуждый всякому поэтическому чувству человек с типично тривиальной душой. Мне и моим друзьям, энтузиастам театра вообще и балета в частности, было невыносимо смотреть на этот упадок, который не спасали ни талантливость исполнителей, ни роскошь постановок. Нам хотелось спасти самое дорогое нам дело, вернуть ему постепенно выдохнувшуюся из него жизненность. Наше объединение мир-искусство могло бы принести на дело этого спасения достаточно сил и достаточно пыла, но, к сожалению, общие обстоятельства в России 1900-х годов не давали нам ходу. Самый опыт моего павильона армиды остался бы одиноким и бесплодным, да и всей талантливости Фокина едва ли удалось бы основать какую-либо новую эру там, где прочно и глубоко внедрилась антихудожественная по своему существу психология. И вот тогда мы и стали думать о каком-то собственном, ни от кого, кроме как от нас самих, независящем деле. И в то же время у нас явилась идея показать это наше творчество в новых местах. Приобщить к нему новые массы. В Париж мы, во всяком случае, повезли не начавший клониться к упадку, мертвевший императорский балет, а нечто от него отдельное, наш балет, нечто вполне отвечавшее нашим идеалам, нечто такое, что возрождало радости нашей юности и в то же время обещало какую-то дальнейшую эволюцию на уже намеченном пути. То, что мы показали в Европе с 1909 по 1914 год, в павильоне Армиды, в Шахерезаде, в Жар Птицы, в Петрушке, в сущности, вовсе, пожалуй, и не балет в прежнем и в узком смысле слова, а это как бы целая новая форма спектакля, в основании которой, однако, лежало известное возобновление традиций петербургского балета. Мы отнюдь не задавались целью поразить чем-то, никогда еще не виданным, а главным нашим желанием было приобщить европейскую публику к тому, что мы сами особенно любили, что когда-то было прекрасно, что нас когда-то окрыляло, но что затем стало падать, меркнуть, и чему мы стремились вернуть прежнюю прелесть жизненности. Подобным возрождением русского балета нам не было дано заняться на родине, и поэтому, как это ни странно, мы стали этим возрождением заниматься для чужих, для иностранцев. Тут же уместно вспомнить то, что чудесный русский балет не был в России продуктом местным, почвенным, национальным, но это было нечто занесенное извне и продолжавшее свое существование на новой родине благодаря главным образом попечению иностранных же талантов Дидло, Сен-Леоне, Перро, Иогансона, Петипа и так далее. Но только почва в России оказалась более восприимчивой, нежели где-либо. Несомненно, что если бы мы явились в Европу в качестве представителей какой-то экзотики, мы бы и тогда взбудоражили европейское и мировое мнение. Но такой успех не был бы столь же значительным и столь же прочным. Напротив, самый тот факт, что мы Европе показали европейское же, нечто чудом консервированное и в то же время преображенное и оживленное, это и придало нашему выступлению особое значение и способствовало его особому успеху. Однако уже и тогда, вскоре после наших первых выступлений, послышались рядом с голосами певшими нам гимны и такие, которые высказывали известные пожелания во имя более передовых чаяний. Если для одних мы были достаточно, а то и слишком авангардными, то для других русские балеты не представлялись стоящими на уровне того, чем жило наиболее передовое европейское художество. И как раз к этим последним голосам Дягилев был особенно чувствителен, они его волновали и беспокоили в чрезвычайной степени. Вообще, единственное, что могло по-настоящему встревожить нашего героически отважного вождя, это критики, обвинявшие его в отсталости или хотя бы журившие его за остановку. Черта эта была хорошо знакома и нам, его самым близким, изучившим в малейших чертах его натуру. Лучшим средством напугать Сережу было указать на то, что он не поспевает за веком, что он отстает, что он погрязает в рутине. К этому своего рода шантажу часто прибегали Багст и Нувель, но небезгрешен был и я в этом отношении. И вот податливость Сережи на такое воздействие сделала его безоружным, тогда, когда на смену нам явились люди, для которых культ передовитости сам по себе превратился в какое-то исповедание веры и которые возвели всякое чудачество и всякую гримасу в своего рода абсолютный закон художественного творчества. С момента вынужденной изоляции Сергея с 1914 года уже некому было удерживать его, напоминать ему о том, что в сущности мы ставили себе главной целью, что было при неограниченном свободомыслии мира и искусства единственным, непоколебимым и животворящим принципом о какой-то внутренней правде. Дягилева, оставшегося одиноким, умчала куда-то в сторону от прежнего пути то типичное для конца XIX века явление, которое получило затем необычайное развитие и которое известно под названием снобизма. В сущности, оно существовало во всех переутонченных центрах культуры и во все века, над чем, как не над тем же снобизмом издевался Мольер в своих смешных жеманницах. Но только, пожалуй, никогда еще это духовное и формальное кривляние в поисках за последним словом не достигало таких геркулесовых столбов абсурда и безобразия, каких оно достигло в Париже в первые годы XX века. Поистине, тогда наступил какой-то триумф Маскарилий Ижодле и тяжело приходилось тем, кто пробовал теперь срывать маски со всевозможных мистификаторов. Имеются в виду персонажи смехотворных жеманниц Мольера, лакеи, переодетые знатными господами и разыгрывающие роли модных острословов. От природы Дягилеву, изолированному Дягилеву, такое разоблачение не было ни в малейшей степени свойственно. Напротив, его соблазняло и здесь занять положение какого-то вождя, и это, если и создало ему специфический орел, то все же в корне стало изменять самый дух всего возглавляемого им дела. Нужно при этом прибавить, что Маскарильяда вовсе не исключает даровитости. Те, кто думают, что успех разных передовых явлений создан исключительно благодаря шарлатанским приемам и художественному ажиотажу, те, разумеется, совершают тяжелую ошибку. Без настоящего соблазна, без соблазна даровитости и самые ловкие ловкачи ничего не могут достичь. Но вот соединение подлинной, а подчас и очень яркой талантливости со снобизмом учредили во всех художественных делах нашего времени такую чудовищную путаницу, что разбираться в ней стало особенно трудно. Где кончается любительство и дилетантизм, где начинается подлинное мастерство, где кончается искреннее искание новой красоты, а где начинается жонглерство и эпатирование. Все оказалось смешанным, и ложь, о падении которой еще не так давно печалился в Скар-Уальд, ныне впутывается во всевозможные проявления подлинности. Намек на одну из парадоксальных статей Уальда «Упадок лжи» 1889 год. При этом столько народилось сект, учений, символов веры, формулы, теорий. Какие появились хитроумные специалисты по всяким доктринам, какие явились извилистые и блестящие софисты и настоящие профессионалы парадокса. Дягилев и без того был предрасположен к тому, чтобы принять участие в этой идейной и творческой Сатурналии, и не мудрено, что его втянуло в этот омут. Оторванный от родной почвы, а затем навсегда утерявший воспитавшую его родину и образовавшую его среду, растерянный в душе и чем-то хронически запуганный, он решил встать во главе движения опередить из самых передовых. Говорят, храбрость, выказываемая иными героями, имеет в основе своей боязнь трусости. Эта форма храбрости составляла и сущность характера Дягилева. Она его подвинула на то, что способствовало распространению многого действительно прекрасного, но она же затем сделала из него какого-то паладина всякой модернистской чепухи. Когда, проведя девять лет в разлуке с другом и не получая за все это время никаких толковых сведений о том, что творится в Париже и чем Дягилев занят, я в 1923 году увидал новые произведения Дягилевской антрепризы. меня охватило сильное смущение. Это смущение было тем сильнее, что я не мог оставаться равнодушным к тому, что в этом новом было пленительного, иначе говоря, к тому, что в этом было талантливого. Мне хорошо была знакома помянутая склонность Сергея ко всякого рода крайностям, служившим тому, чтобы создавать любимые его пампсы. Но в прежние годы многое все же сдерживало его, и больше всего таким сдерживающим началом служил контроль друзей. Теперь же, после того, что из всех его прежних друзей остался с ним один лишь Бакст, талант, которого он охотно эксплуатировал, но с мнением которого он не считался, Сережа поддался своей склонности к эпатированию во что бы то ни стало, и склонность эта развернулась вовсю, подзадориваемая людьми столь же падкими на всякого рода эпатирование, как и он. Отсюда получился новый дух в дягилевском деле. Этот дух поразил неожиданностью меня, но с ним уже настолько успели свыкнуться и сам Сережа, и Стравинский, и вся труппа, и ближайшие почитатели, что все они этой самой перемены в атмосфере не замечали, а находили создавшиеся положение вполне нормальным. Когда милый Левушка Бакст увидал, что он уже не в силах противодействовать тому, что его возмущало, он подссорился насмерть с дягилевым, отошел в сторону и уже с того момента не принимал больше участия в деле, когда-то столь близко лежавшим к его сердцу. Главными же консультантами дягилева были теперь новые люди. Жан-кок-то, который до 1914 года был у нас скорее на положение проказника, но за годы войны успел занять вакантное, освободившееся после Монтес-Кью место арбитра парижских элегантностей, а вместе с ним кахно, состоявший при дягилеве в качестве секретаря и ставший присяжным его вдохновителем и, наконец, супруг Гончаровой Ларионов. Жан-кок-то, 1889-1963, французский поэт, художник и драматург, создал для дягилевской труппы либретто балетов «Синий бог», «Парад», «Голубой экспресс». Борис Кохно, 1904 год, французский русского происхождения литератор и театральный деятель, составил либретто «Блудного сына» на музыку Прокофьева, 1929, впоследствии автор книги «Балет во Франции с 15 века до наших дней», Париж, 1954 год. Ларионов Михаил Федорович, 1881-1964, русский художник, оформивший для дягилевской антрепризы балеты «Ночное солнце» 1915-й на музыку Римского Корского, русские сказки, 1916-17 на музыку Лядова, шут, 1921-й на музыку Прокофьева, байка про лесу, 1922-й на музыку Стравинского. В постановке шута Ларионов участвовал и как хореограф. Отрицательная оценка этих художников вытекала у Бенуа из его общего неприятия исканий современного ему левого искусства. Справедливо отвергая многие наносные явления в западноевропейском искусстве, Бенуа, художник предшествующего исторического этапа, так и не смог до конца понять и многие подлинные устремления мастеров 20-го столетия. Внутренняя пустота людей, окружавших Сережу, была мне очевидна. Она не могла быть по душе и ему, однако он всецело отдался им в руки. Первые месяцы моего тогдашнего пребывания в Париже осенью 1923 года прошли без того, чтобы я видел самые плоды этого нового курса. И внешне между нами как будто все было по-старому. Сережа поручил мне постановки опер Гуно, которыми он пожелал ознаменовать в Монте-Карло столетие со дня рождения автора Фауста. Лекарь по неволе и Филимон и Бавкида. Декорации для опер Лекарь по неволе и Филимон и Бавкида были выполнены Бенуа для театра Монте-Карло в 1924 году. Но затем, с момента, когда начались балетные репетиции и спектакли в Монте-Карло, я увидел, что дело обстоит неладно. Многое, повторяю, меня пленило. А от нового произведения Стравинского Пульчинелла я даже был в упоении. Затея связать культ музыки Перголези с каким-то издевательством над ней уже удалась Стравинскому в высшей мере. И я не знаю в музыкальной литературе произведений, в которых подобное святотатство было бы облачено в столь же соблазнительную форму. Бенуа был не одинок в обвинениях Стравинского в кощунстве по отношению к музыке Перголези. Отвечая на подобные упреки, композитор счел необходимым объяснить свое понимание интерпретации старинной музыки в новейших произведениях. Я убежден, что не допустил никакого кощунства и совесть моя чиста. Напротив, я считаю, что мое отношение к Перголезе единственно возможное отношение к музыке прошлого, если мы хотим, чтобы работа над ней была плодотворной. Хроника моей жизни Ленинград 1963 год страница 134 Этого, может быть, не следовало делать, но сделано оно было так, что никак нельзя было сетовать на получившийся результат. Выверт, гримаса, но и нечто, что можно уподобить гениальной музыкальной клоунаде. И как это было похоже на Стравинского, а ведь Стравинский продолжал быть тогда одним из моих самых дорогих музыкантов, в соответствии с музыкой находилась и нелепо придуманная и кое-как намазанная декорация Пикассо и его костюмы, напоминавшие наряды уличных акробатов. Иначе оценивал работу Пикассо один из создателей балета Стравинский. Что же касается Пикассо, то он сотворил настоящее чудо, и я затрудняюсь сказать, что меня восхитило больше, краски, пластика или удивительное сценическое чутье этого замечательного человека. Хроника моей жизни Ленинград 1963 год страница 138. Наконец было что-то необычайно угаданное в стиле хореографии Мясина. После того я видел еще две другие постановки той же Пульчинеллы, оба раза созданные весьма талантливыми людьми Лопуховым в Петербурге и Романовым в Монте-Карло. Но обе погубили хрупкую красоту этого парадоксального произведения, усложнив и углубив сюжет. В СССР балет Пульчинелла был поставлен 16 мая 1926 года на сцене Ленинградского государственного академического театра оперы и балета балетмейстер Лопухов, художник Дмитриев. И как все это было станцовано прелестен был и другой балет, положенный на старинную музыку, а именно жизнерадостные женщины. Хотя и подбор музыки Скарлатти и его модернизация неизмеримо уступали тому, что было произведено с Перголези. Имеется в виду балет на сюжет пьесы Гальдони Проказницы, поставленный в 1917 году Мясином на музыку Скарлатти с декорациями Бакста. Бакст сделал еще до разрыва с Дягилевым очаровательные костюмы, напоминавшие те, что видишь на старинных фантошках, и в гармонии с ними находилась выдержанная в бурах тонах декорация, на которой безобидной уступкой времени явилось лишь то, что здания на ней казались слегка наклоненными. Откровенной гримасой было то, что хореографии был придан марионеточный характер. Гротескные персонажи этой балетной интерпретации Гальдони и двигались, и жестикулировали точно подергиваемые за ниточки. Но такая пикантность не мешала все же спектаклю жизнерадостных женщин производить чарующее впечатление. Зато весьма от этого отличными показались мне другие балеты, шедшие под фирмой Дягилева. И это несмотря на то, что хореография в них была создана художницей, в редкие таланты удивительную восприимчивость которой я поверил один из первых. Имеется в виду Нижинская 1891-1972, поставившая в 1921-1926 годах несколько балетов для Дягилевской антрепризы. Среди них были упоминаемые далее лоретки 1924-й с декорациями Лорансен, докучные 1924-й оформленные браком и искушения пастушки в декорациях Гри. В общем, эти создания меня тревожили, а моментами они меня и огорчали. В лоретках меня пленил элегантный и грациозный эклектизм музыки Пуленко, в музыке докучных грациозная шутливость Орика, с наслаждением я услыхал снова чарующую музыку Монте-Клэра, которая теперь служила балету искушения пастушки, хотя ее и не украшало то, что ей была придана большая звучность. Тем не менее, определенное кокетничание модернизмом во всем слишком лезло вперед и сообщало этим балетам тот налет проходящей модности, который после временного успеха способствует особенно быстрому увяданию художественных произведений. Бессвязность и нелепость эпизодов лишало их чего-либо захватывающего. Это были скорее какие-то фуарные парады, нежели настоящие театральные действия. И не спасала дело постановочная сторона пастельная блеклость Марии Лоренсон, вкусная грязь брака или беспомощная попытка Гри воссоздать старинную театральную пышность. Внешне наши отношения с Сережей оставались прежние. В нем даже появилась ко мне какая-то нотка небывалой прежде нежности. В этой нотке слышалось не то какое-то извинение, ты, мол, прости мне мои грехи, не то какое-то торжество. Вот где старина, как далеко мы здесь ушли вперед с тех пор, что освободились от своего провинциализма. О восстановлении моей же опеки над Сережей не могло быть и речи. Сережа верил теперь другим советчикам и считал, что он вполне усвоил истинные запросы времени, самые передовые и из передовых запросов. Одобрение его молодых соратников окрыляли его на новые подвиги, а мои увещевания казались ему столь же скучными, как бубнение всякого другого почтенного ментора. Какое-то душевное кокетство, какое-то непобедимое желание казаться молодым заставляли его ненавидеть вообще все, что представлялось ему под видом трезвого благоразумия. На самом деле я готов был идти и на еще более рискованные эксперименты, нежели те, которые теперь занимали Сережу, но основным началом всякого творчества оставалось для меня подлинное художественное побуждение. И позднейшие дягилевские балеты меня иногда радовали, но чаще огорчали. Все той же чертой эпатирования во что бы то ни стало. Особенно же меня разгорячил пустяшный балетик «Кошечка», имевший, однако, очень большой успех у публики и даже, пожалуй, способствовавший новому притоку поклонников русских балетов. Успех «Кошечки» в то же время доказывал, что парижское общество, в достаточной степени развратившись, готово теперь мириться и с величайшими нелепостями, гутировать, смаковать, и худшие уродства, лишь бы ему это было подано с этикеткой «Самоновейшее». Бессмысленности фабулы вполне соответствовали и салонный дилетантизм музыки СОГЕ, и жалкий схематизм конструктивной декорации, и полное игнорирование красочности, и отсутствие какой-либо осмысленности в костюмах. получался настоящий ансамбль, единственным диссонансом в котором являлись лишь грация и мастерство исполнителей. Казалось при этом, что артистам должно быть очень не по себе среди этих подобий стеклянных приборов, точно попавших сюда из какой-то лаборатории, сооруженной сумасшедшим маньяком. Не уступали по бессмысленности и уродству кошечки и другие ультрамодернистские и ультраснобистические балеты Дягилева. Лисичка, Матросы, Голубой Экспресс и так далее. Байка про лесу петуха Катада Барана композитор и либретист Стравинский балетмейстер Нижинская художник Ларионов. Но все это было превзойдено стальным скоком. Впрочем, Сережа вообще как будто начинал томиться от всей той лыжи, в которую его втянул культ последнего слова. И я не могу забыть той беседы, которую я имел с ним за год до его смерти, когда он, без того, чтобы я его вызвал на то, стал передо мною оправдываться в странности своих поступков. Ноша, которую он взвалил себе на плечи и которую он уже нес целых двадцать лет, становилась ему непосильной. Единственную настоящую отраду он находил теперь не в том деле, которое его возвеличило перед всем светом, а в интимном коллекционерстве. Это было своего рода возвращение к тому самому, с чего все началось, когда он в 1895 мне писал о музее Сергея Дягилева. Он теперь стал библиофилом и при том русским библиофилом. В немного лет его библиотека, для которой он, бездомный, нанимал специальную квартиру, разрослась до весьма значительных размеров. Сережа тратил большие суммы для удовлетворения этой страсти и бывал безгранично счастлив, когда ему удавалось откопать и выцарапать какой-либо экземпляр чрезвычайной редкости. В будущем ему теперь рисовался идеал покоя, известного достойного отдохновения. Дягилев видел себя в своем кабинете за сверкой каких-то текстов, за составлением каких-то комментариев. Там он не царил бы над толпой строптивых, тщеславных и издерганных людей, а общался бы с лучшими умами. С лучшими проявлениями культурного прошлого, притом прошлого своей родины, той самой родины, в которую ему уже не было возврата, но которую он не переставал обожать, несмотря на все свое западничество, несмотря на ту метаморфозу, которая с этой родиной произошла. Умер Сережа неожиданно для всех, после нескольких дней продолжавшегося заболевания. И умер он, согласно пророчеству какой-то цыганки, на море. Однако не на корабле, а в отеле на Лидо, выходящем своими окнами на Адриатику. Уже многие годы он ездил отдыхать после всех треволнений создания сезона и всяких мучительных турне в Венеции. Там же этот глубоко русский человек, соединивший в себе характерные особенности русской культуры и покоится вечным сном на поэтичном кладбище Сан-Микеле. На обожание Венеции я как-то особенно с ним сходился, независимо от нашего делового и творческого общения. О Венеции Сережа говорил со странным умилением, весьма похожим на то, с которым он говорил о русской деревне, о березовых рощах, о звоне русских церквей, о шире рек и полей. К Венеции он питал те же, я бы сказал, родственные чувства, которые питаю к ней я. Но во мне при этом несомненно говорит какой-то атовизм. Находясь в Венеции, попирая ногами плиты площадей и улиц, всходя и сходя по бесчисленным мостам, плывя в гондоли, проникая в прохладную мглу церквей, я испытываю особое умиление, когда представляю себе, что по тем же улицам и мостам ступали мои предки, что гондольер, стоя за спиной, так же вскрикивал на поворотах, что в этих же самых церквах молились мои дедушки и бабушки. Но откуда взялась у Сережи эта мания Венеции? Отчего он именно ее предпочел всему остальному на свете? В этом действовала не одна предилекция просвещенного дилетанта. Ни один эстетический культ и уже вовсе не мода, но нечто более глубокое, пожалуй, тоже своего рода атовизм. Недаром же главная городская артерия в Венеции называется берегом славян. Недаром же базилика святого Марка является какой-то провинциальной сестрой византийской святой Софии, а, следовательно, и дальней родственницей русских Софий в Новгороде и в Киеве. Да и в художестве Венеции Дягилев находил особое удовлетворение тем мятежным чувствам и той жажде простора, которые жили в его подлинной славянской душе. В исконной благости мозаик, в безудержном подчас доходящем до абсурда своеволии Тин Туретто, в упадочно-царственной Грации, в ясной праздничности безгранично-воздушных плафонов Тьеполо, он встречал такие созвучия себе, каких он не мог найти нигде. Сергей любил в кругу друзей прихвастнуть своим происхождением с левой руки, в смысле от незаконной связи, от Петра Первого. Он едва ли верил этой семейной легенде, которую, быть может, он сам и выдумал, но что в нем было что-то от Петра, это все же несомненно. Когда я создавал свои иллюстрации и картины, в которых центральной фигурой являлся Петр Великий, я невольно себе представлял, соблюдая все соотношения, Сережу, не столько внешне, сколько духовно. И то же знание Сережи помогло мне приготовить артиста Мудзалевского к созданию им в драме Мережковского царевич Алексей труднейшей роли Петра. Трагедия Мережковского царевич Алексей была поставлена в 1920 году Лаврентьевом и Бенуа на сцене Большого драматического театра Петроград. В Дягилеве несомненно жила та природная властность, тот проникающий в самую суть вещей ум, часто и без всякого знания этих вещей, то же умение угадывать людские слабости и на них играть, что составляет основной характер преобразователя России. Дягилев был природным вождем, и не случись так, что жизнь случайно сблизила его с художниками, быть может, он свой дар проявил бы на более широком и значительном поприще, нежели балет, и даже нежели вся область искусства. однако и в этой ограниченной сфере Дягилеву удалось основать своего рода державу, и эта держава не умерла после него. Она продолжает жить, переходя от одного властителя к другому, или даже дробясь между диадохами. Так называли полководцев Александра Македонского, разделивших после его смерти его монархию. в данном случае имеются в виду наследники Дягилева в деле русского балета на Западе. Никогда еще Терпсихора не властвовала так над человечеством, как в наши дни. Мне, живо еще помнящему то время, когда ее триумф в дни появления Цукки и постановок Всеволожского только еще начинался, мне этот триумф представляется особенно удивительным. Но, к сожалению, я не могу сказать, чтоб меня все формы, в которых выливается торжество этого мной самого малолетства обожаемого дела, радовали. Самое чрезвычайное распространение его скорее меня огорчает. Точнее, я вижу в нем опасность постепенного опошления. Мне жалко, что из состояния чего-то замкнутого но сколь в своей замкнутости очаровательного и изысканного балет превратился в нечто общедоступное и всемирно распространенное. С другой стороны, это в порядке вещей. И я утешаю себя мыслью, что ныне под всякими долготами и широтами в странах, управляемых самыми разнообразными режимами и заселенных самыми разнородными расами могут найтись такие же восприимчивые натуры, какими были мы, когда впервые оценили балет. отец. Спасибо за субтитры! Продолжение следует...